так привет этот ролик я посвящу новоделу по этому проекту 161 квадратный метр это будет только про новодел то есть все что связано с какими-то такими работами с чем-то новым не со старым пускай попробуем так пускай это будет тематическая такая штука давайте смотреть что есть так кроме старого всякого кроме всяких старых штучек вот кроме вот такого и такого и такого и такого и такого у нас есть новое то что пойдет новое это не хватает яичков яйца яйца потерялись а тут был перестенок когда-то вот видно да и их нас нами не досталось в общем а надо будет их отформовать но эта работа 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 связана с новым с новым сюда пойдет отдельно тут когда-то был коридор и сюда пойдет вместо этого коридора здесь я не помню почему ну короче тут честно нету ничего тут будет новый просто новый карнизик и будет он таким же по форме как бы по архитектурным обломам он будет таким же как и здесь то есть такой же как здесь здесь прихожую на две части разделили неравномерных части нам надо будет вот отсюда и вот отсюда тоже вставить части карниза замкнуть его закрыть туда и закрыть туда и розетку благо слава богу она накладная розетку надо будет переместить по центру то чуть-чуть сместите сюда и здесь закроется карнизом то есть это будет один и тот же карниз с этим профилем вот профиль раз и вот он сюда же пойдет так вместе с этим нас ожидается еще установка сюда розетки которые нам необходимо купить когда я когда у нас получится это все я расскажу историю это было не в это было странно с этой розетки я расскажу историю как чего получилось и сюда у нас попытка будет восстановить ту розетку которая была здесь здесь уже был я где-то показывал в роликах раньше ссылка на плейлист у вас была можете посмотреть плейлисте где-то там где-то я показывал этот момент что здесь них как-то получилось что старого карниза было очень мало решили заменить потолок на новый полностью но при этом сохранили розетку и вот она и хотели вместо этой розетки использовать что-то другое может быть что-то туда-сюда там были свои истории ладно попробуем если у нас получится поставить я потом расскажу почему так получилось то есть сначала мы хотели потом перехотели а потом опять захотели и придем по большей части ровно потому что это интересно это реально интересно вернуть и вот в таком вот таком вот виде вот таком поломан разломан эта задача это прикольная задача поскольку тут в этой квартире лично я не вижу какие-то супер задачи мне хотелось бы супер задача чтобы получить укол до укол интересности взбодриться взбодриться немного а вот эти вот шпаклевочки штукатурочки меня уже как бы не менее ну не взбодриваешь есть такое в общем сюда пойдет сюда пойдет попытка вернуть розетку и сюда пойдет карниз который будет копии того карниза который был здесь старый в большей части потому что тут был открытый коридорчик чуть не суть в общем здесь был карниз мы сюда приблизительную копию вернем чуть-чуть видоизмененную за счет того что там было глубже здесь она пойдет по размеру одного листа гипсокартона дополнительно здесь один сейчас толщина один лист встанет еще один лист и под него будет кончик карниза будет сформирован именно под эту толщину по 12 5 в общем вот так и начнем эту работу с того что мы соберем верстак у нас был верстак мы его привезли вот такой вот на этих самых из фанерки тут у нас уголочки где-то уже показывал раньше и как его делал что этим сделал такая каретка для него и война и спицы ванная и вонная каретка что такая куда можно прикручивать всякие свои штучки борщики тут все надо вообще все хорошо нам надо его собрать ноги где-то там лежат надо эти ноги раскрутить и потом обратно переприкрутить чтобы получилось нормально и здесь деревяшка здесь фанера под ней деревянные как бы там балки по моему что-то такое и надо естественно место работы защитить положить туда оргалитик чтобы не проливалась ничего в щели и вообще что не гадит сюда а он там вижу вот эти доски лежат это все набор ножков или ручков ножков набор всех этих других запчастей кроме корыта все что связано с этим верстаком подставляются ножки нам на меньше скрученном виде скрутили они все пронумерованы ножки ручки все пронумерована все сложено вот надо все раскрутить найти папу маму кто там куда должен пойти найти надо кто куда там должен пойти 1 2 3 4 туда-сюда короче разобраться и потом сложить обратно все сделать как как оно должно быть это довольно удобно потому что разобрал и ты можешь взять вот так вот сделать и перевести две вещи там корыто например ну либо если это стол обычный то фанеру и всю эту как бы ноги все перемычки царги там не знаю всю всю эту лежуху и потом обратно пересобрать на другом объекте это очень удобно чем если делать его новый постоянно новое это все в размеры постоянно искать вот это ну как бы новые и дороже и сложнее и как бы более время емко потому что надо все здесь я будет чертеж она надо каждую доску вырезать в размер а так она у тебя уже есть и она вот годами может работать и будет все еще хорошо ну вот хорошо когда по номерам что там буквально 10 15 минут 20 и все собрано все разобрано все классно все устойчиво все стоит и катается эти не очень катается потому что все грязное смазать будет хорошо кататься а по-моему показывал уже да как сделано это самое простейшее чтобы не сварками там не играться тут все на болтах болтовые соединения тут кусок уголка вот он уголок и вот туда вот хоп и уголок ходит по уголку по уголочку и сделано все чтобы был люфт я сейчас не чувствую а нужно по идее быть должен быть люфт чтобы ты мог прижимать в одну сторону или другую куда тебе надо чтобы не было слишком жестко но в принципе не обеспечивает такую жесткость и вот нам придется сейчас на нас маленькие дико мизики такие нам придется вот эту штуку усиление вот это внутри убирать но посмотрим это будет работать может придется что-то усиливать с этой стороны как-то вот туда потому что у нас он очень маленький чтобы подложка поместилась нам не пройдет хотя эти малышки но он еще меньше он очень маленький так чё вот как калид калидор калидор почти проходит почти проходит но не проходит но почти это ладно а вот этот чувак вообще не проходит вот он вот насколько это я еще неправильно поставил вот так даже правильно будет вот так то есть нам же надо еще подложку толщину сюда и сюда чтобы было как бы ну подложка гипсовая получается да надо разбирать ну как разбирать надо попробовать вот эти усиления снять а ну-ка его еще раз приблизительно вот так на даже чуть чуть больше вот так она не то не то пальто короче переделывать попробуем снять потому что у нас здесь прикручено вот получается вот через камеру смотрю ничего не вижу короче вот здесь вот здесь и это все в эти конверты как бы прикручено конверты из этой панель и как бы она на них держится но это мы дополнительно сделали туда внутрь что типа еще было круче может я но и без этого тоже будет но мы попробуем посмотрим будет она ездить потом и не будет или так-то не знаю ну да тоненькие маленькие тоненькие такие малюсенькие я думал не будет а вот скрутки нет панера жесткая она прекрасно держится все нормально что катается но мы же не при мне не на этих только деревяшках вот этих вот держали это все естественно что у нас сразу же мы сделали эти из зиньковки тут серьезные были мы и так скрутили наверное какими-то семидесятыми там много прям много то есть мы делали прям overkill поэтому по прочности и она принципе работает нормально вот так это стоит это почти не качается если что хотя она довольно узкая сантиметров 60 вот так и норм вот такой один кормизик тянуть как бы одну штуку одно изделие c нормально наверное и мало места занимает так тут будет интересно сколько мы его сделаем из частей а не помню почему мы так хотели сделать а мы хотели сделать из частей а потом покажу на этом самом значит уже у нас есть типа чертеж что на миллиметровке вот это его часть и вот он сюда дальше должен продолжаться это его низ вот здесь по моему так и у нас пойдет сюда еще встанет вот такой чувак я не могу уже мне рук не хватает вот этот станет сюда один рядом мы прям будем тянуть так скорее всего этот сюда и еще вот это где-то здесь то есть они здесь поместим я просто одной рукой снимаю одной рукой показал и они должны быть разделены я сейчас покажу на чертеже почему так сколько нам надо попасть гипрок с одной стороны нам надо выйти на гипрок на толщину гипрок это с одной стороны а с другой стороны нам надо соблюсти его историчность хотя бы как-то по максимуму поэтому мы разделили мы на несколько частей вот так ну тут все понятно сейчас покажу на этом самом на чертеже вот так я думаю что я думал что не встанет но они высказывать из рук они все встают до 1 и тут 2 где-то и хватит места получается сюда вот досюда спокойно может городить эти детали я не думаю что не сползут если дать толщину им вот так чуть приподнять облой дать никуда не на облой не денутся они будут висеть на нем никуда они так вот не сползут и не отвалятся чуть просто толще сделать и все миллиметр это никому не принципиально а мы сможем метраж нужных деталей нам у нас три детали получается нужных метраж сможем за раз гнать на этом столе не надо будет дополнительно ничего делать за раз взял и сделал ну как бы одна протяжка нужный метраж одна протяжка нужный метраж так тут нифига не понятно но что-то будет понятно тому кто понимает уже если надо объяснять не надо объяснять в другом я не буду не буду же пересовывать вот эти карнизики вот как оно было их на сход я просто объясню ход мысль потому что я сейчас снимаю прямо вчера буквально несколько дней назад там youtube замедляют и далее то есть я снимаю в пустоту я даже не знаю получится ли мне реализовать те ролики видео но я снимаю хоть как-то значит объясняю вот эта нижняя часть вот как она вот это как бы внутренне туда в потолок это потолок понятно это стена вот сюда и вот эта часть которая ближе туда в потолок это родная вот это вот понятно да что что здесь происходило то есть он довольно глубокий был очень глубокий и вот такое углубление получается сколько мне отсюда через камеру не очень видно два сантиметра получается вот это вот расстояние вот отсюда и вот до сюда два сантиметра не через камеру смотреть не очень круто вот самая нижняя точка была самая глубокая вот самая высокая была и поэтому чтобы вот эти два сантиметра здесь никто собственно не будет наращивать два сантиметра сразу сказал мне не ребята давайте переделаем как и поэтому мы чуть-чуть его видо изменили не сильно при этом потрогав то есть он как был у нас вот мы снимали обрис я по-моему даже показывал где-то в роликах что мы снимали этот адрес старых делать розетку снимали там я бы снимали вот и он есть у нас он не видоизмененный просто мы уменьшили его толщину мы сделали его не двух сантиметровой толщины относительно какой-то нулевой плоскости а сантиметровой толщины и вот сюда мы сдвинули весь рисунок и получается вот здесь у нас ноль вот эта линия вот вот здесь вот это налевая линия мы сместили вот этот рисунок чуть вниз и получается вот эта деталь идет следующее соображал поставить руками вот деталь кончается вот это следующая деталь которая вот она вот эта деталь и здесь будет вместо вы кружки здесь будет просто ровно потому что вы кружке там мазать мы ну как бы это будет не круто ну это некрасиво получится поэтому мы сделаем ровную как бы вот такую вот просто поле утопленное чуть-чуть вот делаем его здесь вот здесь неудобно я через камеру смотрю очень неудобно это все делать вот так будет вот так чуть-чуть вот так и это будет то приблизительно то что было у нас нет цели здесь сохранить прям историчность этого карнизу нас есть цель сделать по существующему одному листу гипрока сделать чтобы это было красиво мы могли вообще так не делать мы могли его где-то здесь закончить и было бы норм или придумать ему куда пришлепку отсюда просто кончики все и как бы кое-как сделать нет мы делаем сложнее делом себе усложнение естественно то есть это отдельная деталь и вот эта деталь с этим углом вот она вот эта деталь это стык гипрока то есть тоже через пропуск через 0 вот здесь гипсокартон нас здесь у нас гипсокартон получается нулевой как бы уровень и вот эта деталь пойдет отдельно а сюда мы сделали 22 с половиной да ну короче чтобы срезанный край здесь будет край вот так гипсокартона пойдет и здесь будет хороший шов и маляры маляр кто-то сможет это заделать потом это можно было ровно оборвать мы оборвали так под углом то есть дальше пойдет души дальше риски бог вот 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 такое вот рассуждение вот так мы решили это сделать можно было упростить но мы не стали упрощать а сделали приблизительно некоторые виды изменения но так как оно было исторически что это будет красиво просто все вот эти вот штуки углубленные относительно плафона а вот у нас плафон потолка вот где пойдет новый потолок там дальше вот будет розетка сюда идти до вниз вот это вот линия нового потолка и все что делается глубже чем новый потолок всегда выглядит красиво выставляем пилу на 10 миллиметров и период отрезать эти самые камерами не видит видеть наверно если палец уберу там есть это самое отбивка на нас сам карниз 9 14 сантиметров плюс надо еще 5 сантиметров на вот этот вот углубленица который под карнизом нужно было везде как во всей квартире а вот тут видно где отбивка проходит он выше саморезом мы перекрутили саморезы сейчас просто свежим верхний лист мы не не дорежем его сначала пилой потом ножиком аккуратно ну чтобы не повредить под ним который получается тогда у нас будет 19 сантиметров нас отбивка и нас будет как раз от места чтобы поставить комиссии еще что было не знаю кусочек углубление поле как угодно назвать а тут ничего тут просто пойдет карниз по кирпичу ну вот на миллиметр меньше и потом с канцелярским ножом от дорежем и все и будет как-то же нам надо будет то высота которая нам нужно чё приготовились все на готовились сейчас маленький получится и у нас мы там прикинули что нам вот этой маленькой подложечки хватит на оба карниза получается одной стороны и другой стороны но шаблон шаблон сам собственно вот нож вот сама подложка вы здесь мы не будем использовать опоры но если бы было длинное больше вот сколько то вот так там был бы смысл включить сюда саморезы как опору чтобы ее не вот так вот вот так вот не гнула но здесь если будет подгибать то нам принципе ну это не критично там пол миллиметра если на растет это неважно если бы было это ухо она сейчас у нас какое-то получается это ушко торчит там 12 миллиметров наверно если было миллиметров 20 наверное это вот так то уже надо было бы его опору какую-то делать у него а так у нас вот отсюда досюда всего-навсего будет фигня вот это короче ни о чем так что не будем этого достаточно просто минимально достаточно кататься не хочу короче все защитили мы стены чуть-чуть чтобы не не брызгаться туда что удобно делать сразу рядом с собой вообще очень удобно делать прям вот рядом по месту не тащить из мастерской возить а возить надо самому потому что ты не можешь возить какими-то транспортными компаниями потому что они все сломают вот мы сразу будем делать тут а сюда будем ставить и надо будет сначала перед тем как делать мы же сейчас сделаем подложечку потом вытянем деталь а после этого мы посмотрим потому что у нас эта стена вот такая чуть-чуть и мы сначала надо будет поиграться отбивкой здесь отбить и вытащить чуть-чуть карниз как бы относительно вот того первого гип-рока который там 22 листа получается гип-рока первым и срезали который ближе к нам а тот дальний относительно него надо понять как как он как он виляет и относительно него вынести просто чуть-чуть на потолок чтобы пройти по самой минимальной точке чтобы это было как бы параллельно этой стене в целом линии какой-то трендовой линии стены скажем так то есть как-то так спозиционировать карниз чтобы он был бы и параллельно стиле вместе с тем чтобы как бы и прижимать его дни в один из углов поскольку я точно знаю что здесь бугор я этого не могу раз ну как бы показать поскольку никак как бы я не встал тут не будет этого видно но я знаю что он там есть вот там где-то проводочек так как раз это бугор проходит такой наверно сантиметр может вот это надо будет на это все расстояние вынести а потом надо будет еще вот с висящим карнизом что-то сделать у нас есть план так что пока так мы будем естественно будем работать только с верхом то есть выставлять по верху не прижиматься к стене стена для нас как бы вторично она надо линия вверх и мы будем ставить везде по верху то есть отбивать только вверх а низ уже как бы как пойдет так и пойдет главное чтобы сошелся там и все мы так для себя контрольно шлепнем не чтобы смотреть на него вот тогда смотреть чтобы не сильно что-то гуляла он будет в только в качестве никого такого вторичного ориентира работать основная этой линии на потолке они должны быть ровны вот так пока план такой есть значит подложка потом дальше сама деталь уже пойдет подложка готова вот так и теперь чего получается следующий он там есть рядом вот так вот так но это толсто но мы здесь вот в этом месте я чтоб не знаю покажу не покажу может забуду мы будем эта часть нас в исторический пойдет потолок часть вот в прихожую а потом дальше поставить на гипс на гипсокартон мы чуть-чуть как бы вот здесь срежем вот так просто отрежем этот кусок не так неудобно наверное вот как-то вот так вот так мы сделаем вот так приблизительно соответственно вот это расстояние наш уменьшится мы один раз протянем потом с большим вот этим расстоянием ну два там чуть-чуть два куска небольших а потом за счет того что вот здесь уменьшим на 5 миллиметров у нас это расстояние тоже уменьшится и будет нормально не надо будет перетягивать подложку подложка останется также при любом раскладе дата я смотрю тут тоже можно уменьшить счет слишком много тут как-то не круто я бы тут тоже уменьшил с этой стороны тоже бы средства миллиметра 3 наверное но не надо там достоверность историческая на новом потолке там у нас остаток где был раньше какой-то коридорчик там тоже новодельный будет вот тут тоже можно подвязать зато как-то непропорционально плюс еще облой будет плюс он же не станет вот так плотно да чуть-чуть и поднимется еще выше будет можно тут связать таким образом мы еще и еще опустим и будет вот здесь хорошо пусть и сейчас там не знаю два с половиной сантиметра наверно от это многовато вот так столько не надо так толстый можно чуть по-другому сделать пока надо вот этим заниматься а я как говорил да что мы сделаем то есть будем тянуть отдельно детали вот здесь саморезики и джут протянем сюда и отдельно детали прям попробуем быть нет мы так не делали еще но я думаю что у нас получится сделать почему вы нет если давление причем что давление идет оттуда вот сюда то есть кто-то тянет идет оттуда шаблоном и давить его на меня сюда вот в эту сторону как раз на них то есть придавливает их плюс все по-любому лежит какой-то небольшой облой будет да он будет поддерживать мне кажется детали я не думаю что они прям у ползут сползут вниз не верю посмотрим если вдруг начнут ползти можно будет чуть-чуть подточить и сделать облой просто больше и здесь чуть больше просто сточить дать миллиметр какой-то лишний но может без этого обойдется почему бы нет она может висеть лежать спокойно вполне себе ну а вот нормально попробовали литраж как раз угадали сколько нам надо было сколько нам было удобно там я смотрел по размеру комнаты что получилось кусок нужный нам длины как раз то что надо и как раз то что надо то что это никуда не шлепнулась так вот как были детали тут так и не получилось никуда они не захотели уходить то есть даже с такой поверхности под 45 градусов и нормально они там прекрасно держатся вот эти наши детальки плашки вот эти такие маленькие аня лишь волосной эти дети находят там надо я наверное аккуратно оттуда отрезать и опустить вниз как бы она не шлилась самостоятельно хотя здесь ее держится веревочка ниточка держит так что нормально вот так что вот такой карниз это его потолок то есть он такой низкий получается маленький на потолок большой такой ну приблизительно как здесь только он был еще ниже получается и он дальше это же его тоже запчасти получается вот эти запчасти это его и они пойдут еще дальше если не ошибаюсь конечно не я не ошибаюсь это точно низ потому что вот эта часть не внизу наверху то есть он еще шире он вот это до сюда будет получается сантиметров 35 так так подгрунтовываем вот это самое грунтуем под установку хотел показать потому что потом снизу уже будет не видно как мы сделаем здесь если там понятно там у нас вот вот здесь вот в той области у нас получается вот там окно вот 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 там в той области нас google это будет потом видно как получится мы там проходим как бы опирание будет единственной точки вот здесь там самый такой большой выступающий бугор искривление мы на него может только ориентироваться там понятно тут ровная стена новая стена и это гипро тут все ровно там кирпич там мы как-то у соединенную линию взяли где кирпич по чистому кирпичу и вот тут такая же история с чистым кирпичом но нет здесь по-другому я не знаю я сейчас попробую поднять так чтобы камера может она как-то увидит вот туда идет сужение вот туда видно что плоскость стены вот этой новой гипсокартона и плоскость кирпича вот они как бы уходят вот так то есть на сужение ближе сюда мне просто не очень то видно сегодня что я показываю а ну да вот 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 так видно что туда идет сужение и поэтому мы вовремя заметили эту историю мы же думали как бы по максимуму прижаться сначала сюда нет мы не будем прижиматься поскольку везде тут на длинной стене и вот тут на самой видовой стене оттуда люди будут заходить как бы в комнату там санузел или еще что то но вот отсюда будет вход это самая видовая стена и здесь слава богу здесь ровно и здесь вот эта полка которая здесь будет тоже кисончик такой же как бы углубленица 5 сантиметровая и здесь она равна толщине гипсокартона здесь толщина гипсокартона там на этой длинной стене тоже толщина гипсокартона и мы такие вовремя хоп стоп потому что здесь и больше же там же есть еще расстояние туда поэтому надо выставить на толщину гипсокартона поэтому мы когда разбиваю разбивочку делали отбивку вот она вот мы первый раз ударили линию видно и Вот слева это неправильная линия, а вот это правильно. Получается мы выдвинули, ну, относительно, чисто вот относительно этой линии гипсокартона, чтобы у нас конец, как бы задняя тыльная часть карниза приходила приблизительно в тыльную часть вот отсюда, вот гипсокартона, и потом это все подштукатурится, и будет одинаково везде, будет одинаковый как бы одинаковое углубление одинаковая вот это вот толщина как бы везде будет соблюдаться по всем полкам это я покажу сейчас потому что потом я это уже показать не смогу когда это будет готово ну вот 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 такой вот такой вот момент хорошо что мы его учли потому что посмотрели прижимаясь к стене у нас разница была большая прям был был куда угол в тебя почему так они понятно нам надо вот так сделать надо сделать чтобы было одинаково главное чтобы вот эта вот полочка была одна ну как бы одноразмерная потому что иначе если бы мы приезжали сюда да здесь расширение и эта морковка была бы видно то есть начать начало карниза вот здесь была бы тяга карниза шла бы и она бы разворачивалась вот вот так относительно стенки и это было бы оттуда очень заметно или оттуда с каких-то точек это заметно было поэтому вот так мы поступаем здесь то есть пойдем ровно игнорируя вот эту стенку нам ну как бы она никому не нужна она там останется за карнизом всем нужен внешний вид как это будет выглядеть в конце правильно ну правильно по моему мнению так правильно сделать будет здесь вот так это происходит приблизительно потом покажу снизу тут у нас кирпич кирпич надо войти тут пузо он и обозначал где пузо поэтому снизу это вот так потом снизу посмотрим как клеим клеим и как обычно на джесс плюс пва стандартно можно и без пива но мы и добавляем пва чуть-чуть веселее было укрепление только вверх получается сюда сюда пока не будем потом туда будет подмазка это еще что-то пока она просто повисит вот так чтобы она не двигалась там везде есть опоры то есть чтобы вот эту штуку и не растягивала и потом снизу что еще снизу это так здесь у нас по этой стороне все плоско то есть здесь гипрок ровный поэтому мы полностью прислоняемся туда не знаю просто когда я уже покажу с пятница и нам еще остается на следующей неделе заниматься чуть-чуть и блин завтра потом чего видно будет вообще здесь вот такая щель у нас получилось я говорил да мы вышли под уровень как бы используя уровень гипсокартона то что получился потом в итоге получится вот такое же углубление колеки солнечка здесь получится снизу если бы мы прижимали стене такого бы не было было бы криво и косо она видно здесь полтора сантиметра например а здесь я вижу три с половиной сантиметра или четыре даже вот там зато щель огромная здесь тоже здесь опора у нас была вот только вот здесь мы еще не рубили не меняли потому что тут стена на гнезда камера увидеть не увидеть непонятно вообще здесь вся вот такая вот туда тут будет кривизна но такая цена скорости собственник быстро тут все сделал вот эту стенку вот мы поставили существующей стене ну как бы не в не пони и не согнули на эту стену мы выставили ровно по потолку а вот как бы как бы нам пришла к стене так и пришла в принципе замажется и будет наверно пойдет нормально вот тут сложность конечно с этим кирпичиком надо это самое надо быть аккуратным и не загадить его и чтобы его мы не не крепили сейчас вот так чтобы не перегнуть это же мокрое мы тут все со стола прям и сделали ляпки такие лепухи гипсовые чтобы ну как бы подклеить чтобы она не испускалась в трубчок чтобы не севелилась чтобы насохло в таком положении если подкручивать сейчас саморезами отсюда туда то можно перегнуть и плюс создастся напряжение которое будет вот пытаться туда давить и это будет гнуть во время высыхания я думаю что вот так скорее всего что вот так вот плюс еще подкладки они жестко за это самое зафиксированные жестко там еще подкладки есть которые прям хорошо плотно держит сам карниз плюс вот эти вот лепухи отсюда помогут ему высохнуть в таком положении которым он висит то есть низ сейчас не закреплен нигде низ просто вот висит и сохнет получается так вверх закреплен вверх у нас широкий такой массивненько получилось от 16 до 20 наверно вверх именно в плоскость сама и вот это все плоскость приклеивания и там еще саморезы по два ряда и нормально это все вот так вот процессе выглядит потом когда замажется будет как будто ничего такого не происходило наверно а чё розеточки как будто бы готовы розеточки пошли по кругу подмазывать яйца ты налепила яйцо там огромное ну-ка посмотрим о боже мой а ксения подготавливает нам кое-что модельки надо бы сюда вернуть нам кое-что и туда вот такое что вот туда туда там не хватает заформовать несколько штучек и это самое вернуть их и тогда будет хорошо тогда будет закрытых периметрах уже у нас по по этим утратам как бы лепного декора полностью розетка чё розетка вот такая розетка получилась и нормально как будто ничего из них не было оттуда мы посмотрим кругленькую пойдем посмотрим кругленькую но красиво красивенько ну считаю вот и готова и потом периметр еще обойти где-то я говорил да там какие-то чуть где-то где они не примазали когда ставили у когда монтаж делать это дырки там или отверстие дырки ландерка вот там а какое то что то какое то бывает кое-что почистить посмотреть там где-то стыке и сама лепнина будет готова а вот можно будет приступать тогда к шпаклевания а тут еще на ждет новодельчик маленький новодельник бывший коридорец идет этот самый мазывание примазывание а я я я выведя я не ставлю все было прилично очень прилично сильнее все это весело на самом деле это одна формовочка всего-навсего маленькая ни о чем вообще малюшенькая но такая вырядная не вредная внутренние такие доски и чтобы пузыри не образовались можно по слоям наносить слойчик раз слойчик два и вообще три хочу слой на два отливка сделать два на два отливка можно и два тут всего-то раз она не нужна и мы выкинем просто ванную или целых рамочку так отбили мы тут будет три этих самых тут не видно надо показать с другой стороны где видно хорошо тут будет у нас пластинка пойдет вот здесь она должна была быть быть прям вот сюда примыкать но мы так не сделаем и чуть-чуть отодвинем на пару миллиметров нам точность идеально точность не нужна ну как бы прям соблюдение исторических этих мы уже ее видоизменили там должна быть быть была быть выкружка там будет тут как бы просто углубленное поле маленькая мы отодвинем что потом при примаске никто ничего тут девочки не резали не отрезали не разрезали чтобы могли спокойно задуть раствор чтобы он попал туда в общем и чуть-чуть отодвинем первую линию вот она отодвинули потом должен быть пробел и потом пойдет часть которая идет уже как бы часть плафона потолка и здесь будет гипрок и вот эту часть мы сейчас монтировать не будем мы сделаем до сюда потом займемся розетками потом когда-то тут же я рассказывал не рассказывал по ходу наверно покажу как мы сделаем с розеткой вот здесь из гипсокартоном здесь должен быть еще 100 гипсокартона мы это все оформим потом придет собственник доделает сюда доведет гипрок и мы по толщине гипрока точно по толщине уже выставим как раз вот эту вот часть переходную часть на сам потолок я сейчас покажу ее так вот эти пластиночки пластиночки они у нас и хорошо погнуло они на этом лежали на профиле и они вот такие волнистые были прям жесть но мы их со вчера положили сюда в ровный этот самый и смочили и они уже получше то есть но я не так вот даже если вот такая штука то она гнется она работает можно ее гнуть она прекрасно гнется как лыжа она выгибается спокойно гнуть макаронины вот эти длинные макароны и как называется в итальянском это вид пасты я забыл уже ладно не шуте хотел показать другое это показать вот эту штуку вот это переходы на этот самый на потолок показать я не знаю чтобы не сломать пускай вот так будет вот переход внутрь карниз а вот это уже плоскость потолка а вот здесь как бы так поставить телефон вот так это вот этот угол это угол уже будет примыкание гипроку то есть мы тут ну как бы чтоб чтоб здесь был такой v-образные углубление что потом маляра могли сюда закинуть смесь это уже потолок а вот это переход как бы с полочкой это переход в карниз вот у меня был кусочки отламывал смотреть ну понятно вот вот этот переход пойдет куда пойдет то приблизительно это будет вот так приблизительно карниз будет вот так выглядеть вот идет пластинка у нас сюда пошло тело карниза дальше пластинка переход через тут будет гипрок но покуситься на руке вот жук ну ладно пофиг вот так вот так вот так и вот эта часть это уже потолок вот я держу потолок и сюда пойдет потолок это будет вот здесь будет углубление шов вот так такая мысль какая-то а дальше карниз уже поет туда пошел дальше вот так в эту сторону как то так а вот так получается получается добавили было вот так теперь вот так и вот здесь дальше пойдет уже этот самый пойдет вот этот то что я показывал переход это уже считай потолок пошел сюда в эту сторону тут с переходом будет нашим гипсовым и потом креплешь потом сделаем это да укрепим потом сейчас просто приклеиваем а потом уже там пару саморезов закинем она и так держится хорошо на клею на смеси но можно будет добавить на сейчас нет сейчас очень мокро сейчас порвем ее всю программа на очень тонко прям очень тонко так но не видно там намазала намазала можно будет сегодня снять сразу это самое формочку можно же налить и потом только шлеп-шлеп и все и в дамке самое чё мы пока пока чтобы тут можно было везде вот здесь на этом потолке чтобы можно было заниматься дальше всякими шпаклевками так далее мы шлепнем розетку вот эту розетку розетка тут с розетками интересно получилось очень интересно с розетками это розетки не было изначально да ну ее вообще не было то есть в той комнате куда мы сейчас будем ставить ее не было тут такая история прикольная с ней получилось она а вот сейчас не видно наверное потом будет видно потом с какой-то точки будет видно но я думаю вот это все вот это темная нет не поставить свет я не буду это специально делать чтобы показывать тут мятые фона довольно таки она такие прям целевидненькие мятенькие надо бы рассказать историю история с этой конкретно розетка тут две розетки у них две истории история с этой розетки ну-ка на себя я снимаю с телефона и тут нету это ставь стабилизатора с камеры фронтальной ну ладно будет стабилизатор чуть подергается как как лет десять назад пять лет назад были там ролики никто не бухтел короче история такая я закинул клич что нужны розетки закинул клич по всем знакомым и мне она присылали каких-то вариантов розетки я спрашивал потому что у нас есть я не буду показывать но так цели какой-то некой такой анонимизации в этом доме приблизительно нашли какая розетка вот есть в этом доме какая должна бы быть посмотрели посмотрели так просто вот в продаже ее не найти я закинул среди всех знакомых закинул в чатике всякие лепщиков в розетку ту которую нам в которую мы снимали потому что собственники ну вроде как возвращать ее назад может быть найдем похожую можно же найти такую же и поставить новую сразу он нашел куда бы это самое телефон прислонил куда-то в общем получается что искали две розетки одну существующую которая у нас была она довольно тонкая красивая одну как которая есть ее как бы чтобы ее вернуть и перелить ее полностью чтобы ее переливать это довольно существенные такие затраты получаются ну как бы времени и денег само собой и вот вторую которую не существует и нам присылали мне написали кучу вариантов я эти варианты как-то переслал собственникам и вот они искали смотрели я говорю вы посмотрите где-то какие-то вот вот вам адреса там контор где можно купить просто открываете google яндекс пишите литнина спб купить и там будут какие-то интернет магазины их полно и вы сможете выбрать и купить и вот выбрали получается две розетки одна где новодельный потолок и одна вот та которую мы будем ставить сейчас их выбрали по новодельной комнате где розетка есть которую мы будем возвращать все таки я сейчас это расскажу потому что я уже сбился тут с толку человек хотел когда рассказывать в общем по новодельной комнате где могут только что поставили карниз мы будем возвращать туда старую розетку но другим способом мы не будем ее переформовывать и отливать мы ее перед попробуем переприклеим ее на тонкий гипсокартон она сама тонкая может мы ее чуть сточем и она станет 12 миллиметров вся вместе плюс-минус и мы ее туда поставим и обойдем ее обычным гипроком 12 с половиной миллиметров то к чему мы сейчас там подготовились и получится что как мы наоборот пойдем не будем вырезать гипрок а вставим ее и это уже мне придется показать как мы как мы додумались сделать но в общем мы пойдем с обратного мы приклеим розетку на тонкий гипсокартон может быть даже нарголит где-то и поставим ее теперь насчет той розетки которой не было сейчас сияй дырай та розетка которую я сейчас вам показывал которая чуть мятая выбрали собственники и и я написал девочки которая мне присылала они выбрали как бы они там прям сделали себе распечатали собственники всяких розеток разных и вот вот такую надо с диалогами там где общался очень мило получилось я пишу девушке которая предложила продать ее вот собственники выбрали вашу розетку как я могу ее забрать туда-сюда она говорит я в командировке я не могу и вам бы нужно приехать посмотреть на нее она не в таком-то качестве хорошем я чё там такая целлюлитная мятая что с ней так поломанная на ней вроде все нормально но немного целлюлит есть а у меня времени лично нету и говорю девочки вот все не сходите вот вроде я нашел розетку вы сходите там съездите как-то посмотрите что куда возьмите такси привезите потому что ну как бы обычно такси обычная служба медоставки розетку передавать это не круто они сломают просто сама ты не знает как ее носить не знаю как ее брать такие вот в руках держать собственно что как с ней себя вести она довольно тонкая очень легко разбить и вот такая-то девочка зовут так-то так-то может знаете одна из сеней говорит а я знаю ее а это моя знакомая я знаю ее хорошо вот вот так вот вот такое маленькое вот такое маленькое сообщество получается ну как бы все всех знают и оказалось что да но можно купить можно купить и мы ее таки купили а история с нею оказалась именно с той розеткой которая у нас в руках не знаю энергетики такие себе но получилось так что у той девочки когда-то она с кем-то где-то работала как какой-то собственник заказал ей розетки несколько розеток а она со своих денег нашла ему где-то там по магазинам купила розетки а он прекратил с ней почему-то сотрудничество и не оплатил их и они у нее остались дома то есть у нее дома просто лежит несколько розеток и вот одну из них мы получается собрать вот 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 такая вот какая-то история которая причем цепляет пол петербурга лепщику ну как бы всех зацепили а со второй розетка которая должна была пойти на замену существующей такой которую мы сняли она такая очень такая рассыпчатая нам рассказали еще продавать земс декор могу назвать и хочу назвать и я не рекомендую вообще это так так себя вести людям то есть потому что получилось очень очень не круто я по-моему где-то пытался рассказать эту историю но расскажу еще раз война получилось так собственники прислали вот они же рыли сидели в интернете нашли прислали мне там зевс декор розетка номер такой-то эр там что-то там такой-то так такая-то розетка номер телефона куда позвонить они живут не петербурге собственники самим сложно сделать и плюс там доставить надо как-то лучше мне этим заниматься я я звоню вы знаете такая розетка вы знаете может быть так что мы такие розетки продаем не продаем отдельно без проектов ну что значит купил нас проект купил нас всю лепнину мы тебе продадим розетку я говорю ну вы решите как-то свой вопрос там я я же не знаю ну она у вас есть на сайте ну давайте как-то решим окей через день созвонились вы знаете да мы можем вам это туда мы можем продать вам эту розетку можем но тут такой момент что она в каком-то таком состоянии у нас не очень то так вам придется долго ждать я говорю то долго это сколько долго я готов ждать но поскольку собственники выбрали я не буду устраивать пейри уточнение а точно этого точно не так а может быть как был не не они выбрали они потратили время и это неспешно я могу подождать могу на пол года на эту тему. Ну, не на полгода, условно, а на несколько месяцев точного года. Я говорю, сколько ждать-то ее? Ну, он говорит, вместо дня двух-трех, ну, надо подождать, ну, может быть, неделю. Я говорю, да мне нормально, я хоть две, хоть три подожду. Нужна эта конкретно розетка. Окей, хорошо, договорились. А как оплатить там то это? Ну, вот, вот надо так, что-то про оплату. Через, буквально через 20 минут перезвонит. Вы знаете, мы вам не можем продать ее. Я говорю, вы же только что говорили, что у вас есть форма, что вам там что-то поправить надо то это. Нет, извините, компания приносит вам глубокие извинения, глубочайшие, но мы не можем вам продать эту розетку. И хотя я, по-моему, несколько раз им говорил, ребята, понятно, что я, ну, как бы не с улицы какой-то кто-то, не обычный там человек, который интересуется. Понятно, что я легче, потому что употребляю определенные термины, да, терминологию. И что я им сразу сказал, я не беру ее перелить. Я им сфоткал, по-моему, даже место сфоткал, куда мне надо встать. Говорю, у меня исторический потолок, мне надо просто одну. Ну, вашу розетку, вставить ее в потолок. Я не буду переливать ее, не буду забирать себе, если вы боитесь, за свой модельный фон, типа. Но все равно мне почему-то ее не продали, принесли свои извинения, которые мне, мягко говоря, очень вообще не нужны извинения. Мне нужна была та розетка. И я не то, что обиделся, а хотя и обиделся, наверное. Обида – это как бы невыраженный гнев, да, типа. Ну, как бы, который не пошел. Да, это гневит меня. Естественно, ну, как бы, я настроился, я ждал ее, у меня время идет, а вот. Не получилось, в общем. Ну, не получилось, не получилось, и вследствие того мы попытаемся вернуть такую старую розетку в ту же локацию, где она была. Это был длинный спич, не знаю, может, что-то вырежу, а может, так и оставлю. В общем, я рассказал историю, вот, как эти две розетки попали сюда. Как по мне, это интересно, поскольку лепщиков-то вообще из всей России, все лепщики живут где и тусуются. Правильно, в Кетербурге. В Москве там чуть-чуть, там, а вообще по всей России там, ну, мало кто. И несколько сотен человек, ну, 300-500 человек. Это, вот, и все они вот здесь, и все, кажется, все все друг друга знают, как через, там, через одно-два руки пожать, и пускай будет. Это интересно, это прикольно. Так что, вот такие тут истории происходят иногда. Во, целлюлитики. Видишь, были, значит, форма, ну, это специально, чтобы монтировать ее не в такие вот поверхности, да, А, чтобы в гипсокартон ее монтировать, поэтому, то есть, широкое поле. Ну, видимо, вот старое, еще что-то, видишь, поведенное тут. Вот здесь, на этих, ну, как это все, это все шпаклюется. Ну, ладно, просто собственники хотели конкретно ее, ну, вот, будет им это разделить. Она похожа на ту, которая должна быть здесь, в этом, в этом помещении. Ну, вроде бы так. Чуть-чуть упрощенная более. Ну, в принципе, она, она красивая, она такая. Что-то средне-хорошенькое, скажем так, я бы сказал так. А ту, которая должна была быть, ну, не найти ее, просто не найти. Так что, с этим целлюлитиком, ну, придется пашку клевать, ничего такого, ничего такого страшного. Особенно учитывая, что мы ее монтажируем не в плоский такой ровненький потолок, а вот сюда. А сюда, что говорил, что мы сняли вот эту розетку, когда мы ее сняли, мы поговорили с собственником и говорю, ну, да, по стоимости, по времени будет столько-то и столько-то. Если ее перелить, то есть взять полностью, вот взять половину и ее просто переделать, переделать в модель и так далее. Но говорят, давайте лучше поищем, может, найдем такую новую, либо, ну, как бы, либо найдем какую-то другую взамен этой розетки. Но, вот, взамен была в зевсдекоре, которую они выбрали, но не получилось купить, и поэтому меня взбесила эта тема, и мы решили ее попробовать переприклеить. Перевернуть назад, но уже в такой потолок, вот, какой он сейчас у нас, да. Да, попробуем. Она просто тонкая, если ее чуть-чуть сточить и взять 6-мм гипрок или взять арголит местами, местами гипрок, местами арголит, и она станет тогда 12, если это все сделать, добавить сюда еще 6 миллиметров, она будет приблизительно 12. Перевернуть надо вот так, сточить ее сзади, и тогда можно ее поставить, как бы, в новый, получается, этот. Ну, тут 9, это девятка, листочек, а вот в 12, и она, по идее, должна бы встать хорошо. Я так не делаю еще, мне просто интересно так сделать, это чисто задача. Просто, если мне все везде понятно, вот это единственное, мне непонятно, я хочу это сделать и получить некий опыт с этим. Всем, это такая интересная задача, лично, ну, как бы, лично, лично интересная задача, вот, что можно с этим сделать, как можно вернуть ее. А так-то просто ее, ну, как бы, приклеить ее в 12-й гипрок внутрь, если он будет по кругу, да, даже в 12-й, в 9-й просто приклеить ее, мы тогда не выловим уровни. Будет очень некруто, вот этот пазл, вот она. Видишь, как делает, то есть она, ну, она держится просто вот на этих деревяшках. Вот у нее есть арматурка, она вся держится и не развалилась, только благодаря этому. А так-то она очень тонкая и очень вот такая. Вот, она вся-вся-вся живая-живая-живая. Там один кусок еще есть, более-менее целый, но он тоже все вот такой. Это я просто поднимаю в один край, то есть вот. То есть она вся прям вот, одно неаккуратное движение и все, до свидания. Но надо аккуратно. Вот такая задача и хочется ее выполнить, попробовать. Это будет хороший такой экспириенс, очень хороший. Так, все, подняли мы розеточку, попробовали, прикрепили там крюк, ну, это опорная пластина. Ну, а так вот это выглядит. Ну, мы же так делали, так вроде норм. Опорная пластина и там шпилька с этим самым. Ключка нету в магазине, не было. Мы в мастеровом покупали, там ключков таких нет. Ну, можно вырезать ключок, либо карабином прикрепить. В общем, так это выглядит как-то. Вот. А мы ее обрисовали, нам надо ее обрезать. Мы будем резать ее, конечно, не штукатурку. Зачем нам? Штукатурку не надо трогать, она крепкая и классная везде. Будем резать розетку, потому что тут поле, будь здоров, тут полей вообще километры. Так что вот это все надо будет обрезать, убрать. Удобно, кстати, получилось на козыке. Очень хорошо, кстати. Потому что стола у нас нет, а без стола очень не круто. А на этом неудобно, в общем. Вот надо будет все обрезать, хотя мы уже просверлили везде, все приготовили. Нет, надо будет больше обрезать. И тогда уже можно будет ее сразу с это самое, замонтировать туда вверх, поднять. Вот так. И потом уже подштукатурим когда-нибудь, подгрунтуем, подштукатурим остатки. То, что останется, пустоты эти. Кто-то больше его отплюхивать? Да, попробую. Ну давай. Не идет Петрову шайба? Может это и не Петров. Не идет. Тебя в другом месте зажало, отсюда. Все поступательно. Подождите. Не торопитесь. Просто здесь. Не торопитесь. О боже мой, наконец-то. Ну, никому таски я хотел показать только. Растворитель. А кто это у нас такой? Это та вершина, которую давным-давно почему-то нельзя было. Что-то или что-то у них нельзя было. Что нельзя? Она менее вонючая была. Не, не, я не помню, что-то, короче, что-то вершину прессовали. Но на самом деле она есть в микромагазинах всяких, строительных она есть. И вот, чтобы это самое. Ну, мы промываем, обычно мы промываем после силикона, обычно промываем, чтобы не было там следов, и не после силикона даже, а там же был разделитель восковый. Вот воск чтоб смыть, нормально. Так вот хорошо будет. И можно будет сейчас прям налить, и прям водрузить обратно. Формочка. Гризнули какая-то, очень грязненькая. Ну, а такой. Тут прям что-то так встал напротив нее, это самое. Монтажируем наверх, что ставим. Сейчас поставим, я смотрю, вот так вот прям. Что-то, да, либо силиконовыми мягкими, может быть, либо еще что-то. Либо изначально форма такая была, но это прям жесть. Прям очень и очень. Это даже не целлюлит, это уже прям такой брак, повреждение серьезное. Ну, ладно, мы будем ее ставить, нам-то что. Главное, что вот эта геометрия, она ровная. Тут где толсто, много гипса, тут все норм. Ну, тут в полях что-то, ну, в полях оно и малозаметно, если там что-то не так. Ну, тут, да, тут придется пошпаклевать, получается, вот так вот. Ну, вот стоит розеточка, все четко по меточкам у нас там. Лазерок туда подсвечивает. Вот, все четко, все классно, все совпало. Вот так совпало, я имею в виду. А так, конечно же, оно не совпало. Местами есть провалы, но мы попытались вытащить где-то, где-то сломали розетку. Я помню, вот там я сломал ее чуть-чуть. Потому что мы кривую розетку, она неровная. Она по-своему чуть кривая. Мы кривую розетку вставляем в кривой потолок, который кривой по-другому, чем она кривая. А надо, чтобы получилось ровно. Поэтому надо тут играть чуть-чуть, где-то подламывать, где-то повытаскивать чуть-чуть. Вот так. Ориентировка везде была на то, что происходит в рисунке. То есть, чтобы вот так шпателем отсюда мы могли свести ближе к рисунку. Не вот эти. Поля безразличные. Поля, можно было их выкинуть. Ну, они уже там есть. Поля не считаются. То есть, она приходит в рисунок. Сейчас потолок приходит везде в рисунок. Ну, это будет видно потом, когда все будет уже, ну, как бы, отмазано где-то, подштукатурено. И когда уже будет шпатлевка. Потом в конце это будет видно, как оно было, ну, как бы, как оно получится. Получится на самом деле. Получится нормально. Сразу говорю, потому что, ну, прошлись несколько раз, просмотрели. И все даже подломили и подкрутили. То, что нужно. Так что, вот, висит теперь розетка. Какая-то такая, геометричная. Она в реальности, то, что нам скидывали на фото, она была в два раза богаче. То есть, там еще вот столько по кругу был такой богатый обвес еще больше растительного орнамента. Но ее не нашли, просто не нашли в продаже. Может из-за размера. А так-то у нее размер, по-моему, нынешний размер этой розетки. Это, опять же, повторю, это приблизительно похожая розетка на ту, которая есть в этом доме. И это ее обедненная копия, бедная копия. То есть, богатая копия была бы вот еще с таким вот жирненьким обвесом из всяких листочков и так далее, орнаментальным таким. Она, размер ее, по-моему, 10-70 на что-то на 16-50, что-то такое. Короче, более полутора метра на метр с копейками. Вот так она. Ну, нормально. Наверное, нормально. Тут она приблизительно такая розетка тут и была по размеру. Ну, судя по вот этому пустоте, то тому, что мы было мыли, ну, наверное, что-то такое здесь и было. Ну, и нормально. Будет смотреться потом все вместе. Сейчас уберется все вот это, разломы все, и будет хорошо потом выглядеть. Так, ладно, это были эти самые цветочки. Ну, как, это было легко. Это было предсказуемо, это было легко. Это было очень все понятно и просто. Ну, как бы, относительно. А вот это не просто и непонятно. Это сложно. Потому что мы так не делали. Если бы мы так делали, мы бы уже знали подводные камни, но мы их пока не знаем. Поэтому мы будем сейчас заниматься ею. Наша задача посадить ее в гипрок 12,5 миллиметров. Она где-то местами 5-6 миллиметров, местами потолще. Местами она кривая полностью, вот такая. То есть она не ложится, видно, на гипрок. Нам надо ее подточить, может подломить, может еще что-то. Нам надо ее положить на шестерку. То есть сюда должна встать под нее шестерка. Это самое тонкое, что у нас есть. У нас еще есть арголит, но клеить на арголит такое себе. Может точечное, не знаю. Пока идея такая, положить ее на шестерку. Таким образом, чтобы она потом встала в 12. То есть здесь должен быть 12, и мы должны ее, как бы она должна совпадать вот здесь. Как бы своими краями получается. Ну такая задача, это самое первое. А потом надо будет после того, если это, если когда это получится, надо будет спозиционировать ее сюда и заниматься листочками вокруг нее гипсокартоном. Чтобы у нас был монолитный такой блок установлен, получается, из розетки и окружающего ее гипсокартона. Вот такой ход мыслей. А то дальше уже будет другое движение. Ну пока первый этап, это вот разобраться с ней, чтобы она лежала в уровень с гипроком нормальным, с 12.5. Яйцы, яйчишки. Вот. Кое-кто экономный экономист. Ладно, что делал. Гид, сама надо было. Нормально пойдет. Не отварится? Не. Вот. Пойдет. Сделице. Что с тобой происходит? Я буду записывать. Не буду еще записывать. Тут они визжат иногда. Это не на видео не визжат, а обычно они повизгивают. Зачем-то. Ну ладно. Вот, деталь. Не такая. Прямо сейчас можно горячую ее туда на место. Шлеп-шлеп-шлеп вот туда. Будет норм. Вот туда. Что происходит? Приходится, я забыл свою, эту самую ленточную машину. Где-то она валяется в другом месте, но не здесь. Ее здесь нет. Я думал, она есть. Поэтому приходится с помощью вот этой делать. Потому что болгарка, это очень пыльно и так жестко. Она может вырывать куски какие-то, еще что-то. И получилось вот так. Тут получается разница, когда если сюда вот прислонять этот самый 12-й гипрок, то в принципе мы попали. Вот шестерка, она в принципе показывает, этот же столько и добавится. Ровно столько и будет. Вот шестерка лежит здесь на листе. Как бы вот так. Вот так. И получается вот так. Вот приблизительно вот так и выходит. Как надо бы нам. Вот так. То есть плюс-минус мы попадаем везде по всему периметру. Надо будет только ровно приклеить так, чтобы попасть именно вот в эту толщину. Местами кое-где будут такие места, вот как здесь. Потому что снизу плоскость ровная, а здесь выше. Я вижу точно, что выше. Здесь больше 6 миллиметров. Но в этих местах мы после наклеивания, когда все будет установлено, даже если оно будет чуть вытарчивать, вот такое вот место, его можно будет срезать отсюда, циклей зайти сюда и как бы аккуратно вот это вот выровнять, подровнять. Мы дошли до такого момента, ну, такой, скажем, ход. Мы могли по-другому поступить. Мы могли вырезать здесь, там девятый гипрок, там, по-моему, 9 миллиметров на потолке. Мы могли вырезать нужный нам, нужную нам, как бы, ну, как бы, участок, участок нужный вырезать, вытащить оттуда из девятки и вставить шестерку туда. И потом еще туда 6 плюс розетка. Или как-то так еще. Играть, короче, можно было 6 миллиметров гипроком, 12 миллиметров и еще вот той девяткой можно было поиграть, которую бы оттуда вытащили. Можно было бы как-то что-то еще ими поделать, чтобы не притягивать. А нам, мы притягиваем сейчас. Получается, мы притягиваем вот так туда, подтягиваем вверх все. Чтобы не притягивать, а чтобы не трогать вот эту розетку, а играть на толщинах. Именно на толщине, чтобы, наоборот, отжимать чуть-чуть. Можно было так, но мы пошли вот таким путем. Мы решили, что так будет, скорее всего, более грамотно сделать. То есть, когда мы приблизительно выравниваем и вот идем сразу, исходим из того, что мы, как бы, монтируем ее вот с таким листом и прямо туда. То есть, вариантов масса, выбрали такой вариант. Также сейчас ее, вот эту часть, тоже сошлифуем хоть сколько-то. Местами она вот у меня 4 миллиметра отсюда, я смотрю. А местами она вот здесь, например, она уже миллиметров 7, наверное. Мне надо 6, чтобы было. И местами она уже 8, наверное, миллиметров. И вот надо как-то ее подровнять чуть-чуть. Потому что она изначально, из своего рождения, она тоже была неровная. Она была неровная ни с этой стороны. То есть, как она лежит. Ее не раскладывали на гипроке, на стекле. Ее сделали, как бы, в глине изначально. То есть, она была не идеально ровная. И с, как бы, фаса. И с тыльной стороны тоже она была не идеально отлитая. Она какая-то такая, вся чуть-чуть кривенькая. И в потолке она была норм. А сейчас мы в гипроке. Нам в гипрок. Гипрок же ровный. И вот в гипрок, ну, как бы, чуть сложность. Ну, ладно. Сейчас сделаем. Ну, что хотеть. Вот такая она вся. Смотри, какая. Хопа. Вот такая. То есть, она не ровно отлита. Это не ровно отлита. Это, как бы, вот такая. Она исторически. То есть, она вот вся вот такая. Вся вот, ну, как бы, скорее всего, может, даже время ее так погнуло, когда она там была в этом потолке. Вот такая она. Ну-ка, вот так даже. Если посмотреть, вот так. Вот так. Вот. То есть, она не ровная. Она не ровная, не новенькая. Мы вот новую видели, да, вот недавно. Какая новая там вся вот такая. А вот эта старая. Больше 100 лет. Этой розетки. И что? Ну, вот. Надо вот такое вот сточить. чтобы вот здесь чуть меньше было здесь можно еще наверное а вот местами его свою вот здесь уже не надо наверное тут же миллиметр 3 осталось нам надо в общем чтоб 6 было наверно так и работает так и будет работать скорее всего так отсюда если смотреть я вижу здесь бугор какой-то вот так если посмотреть я вот так моим мы с моего ракурса да вот там бугор есть на фокус уголовит на это место хочется фокус его здесь убрать и так вот посматривать посматривать и можно принципе и вот там вообще вот с той стороны вот так то есть как-то надо вот ее под под это самый побольше наверно снять чтобы потом перед когда клеить чтобы на клею поиграть чею на толщине клея там этим гребенкой пройтись хорошенько и чтобы толщине клея еще и подровнять тогда будет норм наверное наверно да наверно имеет смысл так действовать делать крутим вертим ее тут надо было еще в одном месте еще подточить это вот не то которую я сейчас демонстративно там делает а так там и сначала я хотел просто показать разрушенности вот такую мы ее сняли то есть от настолько она вся расстрещавшись вот такая например в трещинах трещинах мы берем здесь кусочек этого который мы будем использовать наверное кусочек и прокли так и сюда накладываем сверху переворачиваем как блинчик вдвоем как в пекарне какой-то потом аккуратно выпихиваем напихиваем туда-сюда чтобы она не развалилась она то целая она держится она держится на держится она вот только на этих тоненьких тоненьких палочках получается кусок этой самой не знаю какой-то коры там вот такой вьющийся там попал ночью такая арматура так сколько лет вот так она держалась прекрасно выглядит конечно не знаю как через камеру но вблизи это выглядит очень сильно таким потрясающим разрушенным прям чем 1 наклеили штучку девочку а так вырезали поэтому сам чуть-чуть увлажаем никакого грунта тут грунт я считаю тут не нужно потому что если бы мы погрунтовали нам бы может пришлось еще что-то где-то подделывать там не очень-то круто а так наверно нормально получилось мы решили не грунтовать в общем мы клеим на джесс пва плюс это будет еще механический закрепляться нам достаточно будет ну по нашему мнению нам будет достаточно и вам недостаточно пускай грунту и чем хочет и как хочет и сколько хочется расправить просто убираем пыль он без пыли а кстати давайте все обеспылено все натертого корчеткой натирали натерли корчеткой еще чтобы был больше зацеп это мы наклеили самую такую не сломанную самую целую тут осталось вот это разломанная вся просто увлажнить чтобы меньше медленнее выхватывала воду из этого самого из материала чтобы меньше отсюда выхватывала воду поэтому и увлажняем жирненько ставимся жирненько чтобы нормально было ну как черник же везде попал клей аккуратно тщательно и бутерброд бутербродичек это очень неудобно мы девочек не будем знаете что нам помогали позовем сами сделаем сейчас мне надо оставить подминаем теперь можно подламывать даже мы там подламывали по краям здесь потому что может быть быть что на вот здесь вот здесь толщина это мне она не нравится я хочу пить скайно чуть подломится потом это все подведется где-то подпадали самое под сведется подточиться подрежется и будет все от нормально все рассыпается как она еще держалась непонятно как-то держалась мы сейчас подмажем грязь нас там не хватало по моему относительно той половинки у нас здесь не хватало тут вот этот листик сюда идет и должен быть такой же сюда мы видим где-то его когда-то потеряли ну ладно это можно будет вылепить по той половинке а такой момент что мы не дочистили и потому что мы до конца не знаем получится у нас ее вот туда поставить или не получится есть когда у нас все получится когда мы смонтируем полностью вот тогда уже и дочистили после всех этих самых действий она же опять будет у нас висеть вот так и нам будет удобно ее чистить потому что вот так чистить неудобно удобно чистить на потолке а не на столе на столе но все там остается этот мусор и не круто а так-то она падает постоянно, ну как бы зачистишь на потолке, так что вот поэтому мы тогда как ее не дочистили, я помнил об этом, все об этом знали и мы делаем только так для того, чтобы если вдруг не получится, потому что мы так ни разу не делали, если вдруг не получится, у нас есть вариант, мы можем поставить любую другую розетку и делаем мы эту розетку только по личному желанию то есть у нас не было цели, повторяюсь, цели вернуть эту розетку, прям что нам поставленная задача была, у нас такой задачи не было, мы делаем это по собственному желанию, чисто приколюха, чисто вот задача, чисто развлечение для ума и для ну не для рук, скорее для ума сможем мы ее решить или не сможем вот, поэтому не знаем получится или нет, если получится то этот мел весь надо будет удалить и прочистить, виталий ставим прям действительно классно, но на самом деле она уникальная, мы не смогли найти ее в продаже, вот было бы классно ее сохранить венчики, ничего, вот так все совпало, все норм а тут по высоте, а сейчас посмотрим но мы, когда она просто лежала там, не приклеена, мы проверяли ну в принципе вот в принципе вот ну как-то так, приблизительно это совпадает ну-ка, давай еще тут вот отлично где-то еще бы а вот тоже, все сошлось все сошлось, плюс-минус мы ее правильно сточили, если там есть разница там в доле миллиметра это все нивелируется, это все вот здесь примаской будет как бы сделано, то есть вот в этой области потому что у них это родная примаска такая мы не можем ее дальше стыковать, потому что вот что по осям в принципе потом выставим еще можно чуть-чуть провернется, но не факт что то есть эта щель как бы она и была между деталями исторически мы же когда ее снимали по-моему, мы думали что она вообще как бы цельная, потому что не видно было как-то примазано и одна вот эта часть у нее прям реально тонкая вон какая вся в трещинах дичайшая потрещавшая такая вот смотри, кусками просто так это была первая часть будет из двух частей состоять первая часть была в том что мы приклеили штучки вторая часть теперь нам надо спозиционировать розетку и вот этот вот второй ярус гипсокартона который здесь будет нам надо спозиционировать относительно профилей потому что профили здесь идут не под прямым углом скорее всего и как они идут рассчитывать здесь будет сложно нам проще эмпирическим методом нам проще прикрутить наверх и проверить как она точно будет в общем логика такая чтобы создать вот такую вот структуру надо второй слой должен лежать вот так чтобы избежать перехлёста как бы этих самых стыков гипсокартона чтобы вот эти стыки не попали на новые стыки или ещё как-то так и чтобы потом там же будут ещё кусочки как бы по краям вот этой штуки пойдут ещё кусочки здесь кусочек здесь кусочек будет какой-то который будет идти в сторону карниза и чтобы это всё было как бы разобщённое чтобы оно всё не совпадало ну как-то так сделать чтобы оно всё переплюхивалось там в общем чтобы не было совпадений нигде вот именно стыков Первые стыки у нас здесь Соответственно нам лист надо положить По вот этим стыкам края Получается, там где внутри идут профиля Не вот эти, а вот перекрыть вот эти Соответственно нам надо сейчас расположить Гипсокартон, чтобы это сделать Нам надо сначала выкинуть оси Центра отсюда Центра отсюда, ну вроде бы здесь по центру Но не важно, нам надо все равно Поймать как должны встать листы Выкидываем оси, ставим листы На них отмечаем оси Отмечаем листы, где находятся На потолке Снимаем листы, потом вырезаем в листах Розетку По осям отмеченным Возвращаем листы и вставляем Розетку, вот такой план Ну может мы где-то что-то ошибку допустили Но пока вот план такой, это как Надо сделать Так, что, добавили мы Этот лист один Сюда и допустили чуть ошибку Ну потому что мы, я вообще далек от гипросика Вот бы нам еще гипросика сюда было бы Вообще классно Но мы не занимаемся гипсокартоном Тут профили, которые идут Они идут скорее всего относительно этой стены И вот эти стены Вот эти стены Они не параллельные И они не под прямым углом То есть это просто произвольно стоящие стены И произвольно вот так Все произвольно, а как-то идут профили Естественно, что лист мы цепляли по профилям На это нам ума хватило, чтобы зацепить его по профилям Ну как бы параллельно профилям Чтобы он шел точно в центр И совпадал вот туда-куда То есть мы это придумали Все нормально Но, но сейчас покажу Вот Вон отбивка И мы выставили по этой стороне Не придумали, что нам надо срезать чуть-чуть Потому что вот неровность стены То есть там ровно получается по той стенке А по этой не очень-то ровно Поэтому надо будет чуть-чуть передвинуть И срезать Как бы угол этот Чтобы встало ровно И вот таким образом Что я говорил Чтобы все эти перехлесты Вот нам скрыть То есть чтобы как-то припрятать Первый вот слой Первые стыки Вот этими следующими стыками Насколько я знаю Так правильно делать Гипроком Вот Так что надо будет чуть-чуть переместить А в общем логика понятна Там у нас отбивка Там отбивка Мы сейчас передвинем его И уже ударим точно на нашу ось У нас есть центр Точный Мы его выставим Также на гипсокартоне И получится Мы спозиционируем Потом все обратно То есть перекрутим листы Мы их снимем А потом вернем обратно В то же место И у нас розетка встанет Точно по оси Таким образом Как бы Ну Вот Соисключением такого минуса На Сейчас покажу Кстати у меня есть кусочек Вот у меня есть кусочек Сюда вот так Вот так я хотел сделать Чтобы сюда был этот сам Ну Стык там Обрежется Этот край Потом И вот так Ну у нас что-то далеко Надо ближе тут поставить Тут должно быть вот так Ну понятно Потому что там отдаление Ну где-то так там должно быть По идее Или чуть меньше даже Вот так Вот это будет часть карниза Вот так получается Карниз у нас идет вот так То есть И это будет потолок Все то что у меня в руках Это потолок И таким образом Мы сделаем Ну фактически Копию того Что здесь было раньше Копию потолка Которое было раньше То есть У нас есть уровни Которые глубже Чем сам потолок Вот он В общем для этого Чтобы вот так сделать Это все и затевалось И чтобы в этот Собственно В новый вот этот вот Гипсокартон Вот в этот Новый лист гипсокартона Нам надо вставить розетку Вот для этого Все и затевалось Все эти Допавочные листы И так далее Иначе Мы бы туда ее в девятку Мы бы уже не вставили розетку И нам пришлось бы Делать накладную Или еще что-то Я думаю это понятно Вот так вот Должно встать оно так Так Мы выставили Второй лист Отбили Продолжили Ось Которая у нас была У нас уже была ось Вот она Не вижу Видит ее Которая нет Видит Вот она Она шла Она здесь у нас Продолжается дальше И уходит туда То есть по второму листу Мы же делаем Нам надо Это позиционирование Надо потом обратно Все вернуть И Так же мы отбили Сюда получается Этот самый Поперечную ось У нас тут где-то Есть центр Нам главное Найти тут центр Будет в розетке Где он там В самой розетке И нам Вот эта поперечная Нужна только для того Чтобы понять где он Потому что у нас Этого всего не будет И да Тут мы проводок продели И просто обмотали его Изолентой Чтобы он там Нигде не порезался То есть мы не делали Скруток Где мы Не делаем Такой Просто обмотали его Чтобы вдруг там где-то Может он зацепиться Там где-то за профиль Чтобы такого не происходило В общем Ладно Теперь снимаем Теперь снимаем У нас есть все Для того Чтобы обратно Это построить То есть снимаем И на полу Уже размечаем И вырезаем полностью Ну сняли Расставили Мне даже сложно Уже показывать Тут Вот розетка И сейчас ее туда Обчерчиваем Ставим метки Кто где Чтобы потом не перепутать Папу маму Зад и Перот Или окно Окно и зад Вот Чтобы их не перепутать И потом Вырезаем И в обратном порядке Обратно Собираем назад Все Отметки Разметки Где кто Папа мама Что все было понятно Зад Зад Окно Окно Туда-сюда Центр Там Спрятатый Теперь вырезаем Вот эту вот Фигуру И обратно Все возвращаем Ну вот На полу Построить смогли Все то же самое Построить на потолке О Давай кстати Потрогаем Что получается Я даже не трогаю Смотри Чуть-чуть выше Получилось Это подточим Чуть-чуть выше Я чувствую Вот насколько Хотя не Не выше Нормально Тут чуть-чуть выше Тут чуть-чуть выше Вон на сколько На миллиметр выше А может А я знаю Почему Она у нас Она же не лежит Тут у нас неровная фанера Может оно и не так будет Под этим Под гипроком Что-то тут слишком высоко Так не должно быть Она ляжется В другом Тут не прогибается Но тут нормально Полностью Полностью Хорошо Все И туда пойдем Вот тут подгибается Тут надо будет Подрезать Получается Вот здесь Подрезать А вот здесь Нормально В массе Она бегла Нормально В массе А эти кусочки Тут можно будет Чуть подточить К листу Вот так Вот так Кручь-кручь И все А это потом будет Тогда будет чиститься Дочищаться И подмазаться А пока вот Пока она Вот так лежит Теперь нам надо Ее обратно Вернуть Получается Вот эту конструкцию Теперь обратно На потолок Надо собрать Получается так Сейчас Сломал Листочек Депрочек Схватил Этот листочек И вот так Его сломал Ладно Негально Схватил Короче И что теперь Они что теперь Я это сам Я когда заказывал Не два листа Доказал А три И может я потому Его сломал Чтобы у меня был запас Короче Что Мы приготовили Мы даже Не просто приготовили Мы уже сегодня Следующий день Подготовки То есть Мы вчера Ее приклеили Саму розетку На шестерочку На гипрочек На тоненький Приклеили И позанимались Подготовкой Вот этой И подготовили Все И все вырезали И даже сейчас Прислонили их Эти половинки И он накрутили Этих Пластиковых Куда там Пустой гипсокартон Дривы Они не дривы Короче Ну вот это Пластиковые Эти Дюбели Или как они там По гипсокартону Чтобы зацепить Ее Но 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 в самый последний момент Я дал заднюю Короче Почему Потому что Она очень желтая И она еще чуть влажная Она стала намного крепче Мы ее приклеили Она была вообще Довольно гибкая Уже прошел Как бы день Ну сколько-то времени Прошло Число 12 Больше И она уже стала Еще прочнее Но она еще не высохла И вот эта желтизна Нам не будет Возможности Убрать Возможно Если нам не достанут Хавшпрегрунт Или мы не достанем Хавшпрегрунт То эту же желтизну Мы не перекроем И поэтому Нам надо сейчас Ее обработать И у нас сегодня Пятница По счастливому Сечению обстоятельств И мы перед выходными Ее обработаем Жирно Обработаем Неамидом Хлоркой Чтобы убрать Эту желтизну И у нас Это скорее всего В массе В большинстве Своем получится О Притащил Уничтожитель плесени Мы используем его Как хлорсодержащий С высоким процентом Содержания хлора Потому что концентрат Один к одному И там еще Бывают концентраты Мы его используем так То есть Как то Где много хлорки И мы Перед выходными Пройдемся Чтобы это все Высохло Иначе Если бы мы Ее закрепили А там же Гипрок Там же эти Обычные черные Саморезы Еще много Где Если бы мы Ее закрепили На потолок И потом бы Прошлись Хлоркой То с высочайшей Вероятностью Это бы Повлекло Коррозию Крепежа Всякого Металлического А нам Эта коррозия Ну как бы Не нужна Поэтому Нам спешки С ее монтажом И установкой На потолок У нас нет Никакой Поэтому мы Спокойно можем Подождать несколько дней Мы ее как раз Хорошо обработаем Она же тоже Ставит еще более Влажной От этой обработки Да Это же жижа Она станет влажной И как раз Она сможет высохнуть За пару дней И потом ее Сухенькую И чистенькую Можно будет Уже на место Вернуть А пускай Она ровненьком лежит И полностью высыхает Потому что там Все таки есть Своя этой шпаклевки С клеем Они толстые Они по любому Не высохли до конца Так что пускай Упрочняется Укрепляется И ее Помоем Хорошенько И даже не один раз Скорее всего Пока там Розеточка Это развлекается Отдыхает Возвращаемся К этому самому Теперь пойдем В коридорчике Пойдем Вот этим Этот убьем Эти 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 А этот Поставим А мне Одно рукой Так не сделать Не сделать Или сделать 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 Вот это место Конкретно Оттуда Нам надо И повторить Покажу Как и Чего там Надо будет Сделать Какой план Даже плана У меня Пока Четкого плана Нет Потому что Там что-то Поменялось Сюда Но нам Нужен будет Вон туда В прихожую И на Бывшие коридорчики Нам надо будет Срезать Вот эту часть На 5 мм То есть Мы сделаем Один раз Так Пару Пару протяжек Будет Таких А потом Мы опустим Шаблон Чуть Сюда В эту сторону Передвинем Его Чтобы Здесь Стало Тоньше Он Настолько Будет Так Будет Смещенные Нам пойдут Сюда Потому что Они Будут Ровно Выходить Просто На потолок Ровно Ложиться И все И сюда Кирпичу Тут Понятно Все А вот В нижнем Положении Они пойдут Сюда И тут Надо Подумать Как четко Сделать Потому что Я Не подумал В само Действие Как Чего Тут По идее Тут Мы даже Не трогали Мы Только Расчистили Тут Надо Быть Штукатурные Какие-то Вещи Вот Я вижу Трещины Расшить Надо Переместить Розетку Мы Вот Эту Толщину Получается Толщину Детали Мы Выбрали Для себя Личную Толщину Детали Как Нам Хотелось Чтобы Она Была Толстая Чтобы Она Не ломалась Во время Работы Еще Что Но То Что На потолке Происходит Мы Не знаем Толщины Штукатурки И так Далее Поэтому Сейчас Подготовим Место Посадочное А И пока Иду туда Показывать Я покажу Что тут А тут Вот Яйцы Яйца На месте Все Уже Яйца Образовались Все Недут Поставил Яйцы Все Норм Он Помылась Там Этим Самым Она Чуть Чище Стало Жир Вымылся Там Где Была Резинка Так Вот Все Как Будто Ничего Не Был Все Как Будто Так Вот И Было Раньше Так Это Работает Дальше Тут Еще Помогу Тут Все Обнимку Смоем Кстати Ну Не теряй Мой штучку Это Моя Любимая Моя Брызгалочка Маленькая Политровая Да Проверим Сейчас Проверим Отбивочку Накинем Прорежем Тут Уберем Штукатурку Которая Мешает Надо Совпадать Здесь Здесь Совпал У нас Рисунок Уберем Посмотрим Глубину И Замонтируем Возможности А дальше Уже Потом Будем Заниматься А он Будет На месте Уже На месте И ладно Если Все Получится Нам Смонтировать Правильно А потом Можно Розетки Приносить Чего Хочешь Делать И так Два Раз С этой Стороны Вот Тут Надо Сделать И С С С С С С Потом Можно Заниматься Подтягивание Штукатурное Подготовками Трещины Расшивания И так далее А что Вроде Не зря Не зря Мы так сделали Потому что Вот почему Сантиметр 12 Миллиметров Еще Меньше Местами Вот здесь Еще Меньше Получается Короче Надо уменьшать Нам Наверное Уменьшать Сразу Под тот Размер Который Пойдет Тот Коридор И Да Там Будет Тонко Может Будет Ломаться А может Быть И нет Надеюсь Что Не Будет Ломаться Но Надо Уменьшать Потому что Иначе Придется Всю Дранку Выпиливать И так Нам Придется Местами Где-то Убирать Вот Здесь Придется Убрать Не Поджать Даже Очень Крепкая Вот Здесь Придется Здесь Срезать Если Что Точечный Где-то А если Оставить Такую Толстую 15 Миллиметров Мы Реально Не Войдем Сюда Нам Не Удастся Поставить Вот Так Сюда Нам Надо Попадать Получается В Эти Все Штуки Не Получиться Хорошо Что Сейчас Так Делали Уже Стало Понятно Так Что Можно Уменьшивать Видишь Какая Она Становится Я Говорю Видишь Я Пошел Тебя Поснимать Давай Прям В режиме Это Самое Видо Изменяется Чистяком Это Чистым Минамидом Еще Воняет Воняет Немного Разок Сейчас И Разок Вечером Перед Уходом Ну Видно Сразу Работа Видна Четко Видно Работа Наверное Вот Так Это Ну Это Жесть Это Жесткая Тема Этот Минамид Ну Мы Берем Его Просто Я же Говорил Я Не Особый Сторонник Наливать Везде Бороться С плесенью С которой По моему Мнению Невозможно Бороться На старых Вот этих Таких Потолках На досках Я Не считаю Что Ну Я уже Говорил Свою Позицию Ладно Это Не Относится К этому Видео Короче Относится К этому Видео Что мы Используем Иногда Используем Вот такие Штуки С высоким Содержанием Флора Только Для того Чтобы В белизне В обычной Белизне Написано Там Например До 15 Процентов То есть Там Может быть И 3 Процента И 6 Процентов И 12 Процентов Там Хлора Мало А здесь Хлора Много И вот Этих Много Хлора Видишь Как Прям Вот Так Вот Работает Очень Круто На самом Деле Может Даже Вот Тут Где Далеко Было Тянуться То есть Это Она Даже Не Чищенная Мы Не Чищенную Прям Вот Так Помыли Одним Проходом Хлора И Все Потому Что Если Мы Вот Так Сделали На Потолке И Там Были Саморезы Везде И Не Дай Бог Это Попало Бы На Те Саморезы Которые Обычные Черные Которые Крепят Гипрок Это Было Бы Скорее Всего Не Круто Да Работа Конечно Видна Сразу Ну Еще Вечером Разок Надо Будет Посмотреть Еще Раз Точечно Мазнуть И Видимо Эта Кисточка Уже Так Делали Видишь Как Она Красива И Она Еще Хуже Станов Конечно Способен Перекрывать Такую Желтизну Ладно Это Полежит Пару Дней И Потом Она Еще Лучше Присохнет Вот Эта Штука Она Мягкая Еще Видишь Я О Доставил Пальцев То есть Она В такой Массе Шпаклевка Еще С Клеем ПВА Она Еще Не Полностью Застыла Хотя Мы Ее Крутили Вертели Каждый Я Твои Розетки Вертел Ну Да Разница Она Была Намного Темнее Чем Так Это Работает Но Опять Мы Не Живем Сто Лет Чтобы Знать Как Это Будет Воздействовать Этот Хлор Остаточные Продукты Его Взаимодействия Как Они Потом Будут Воздействовать Через 10-20 Лет Но В нашей Видимой Практике У нас Никогда Не Случалось Так Надо Постучать Чтобы Потом Что-то Происходило Непонятное С Поверхностями После Подобных Обработок После Того Как Ты Вот Такую Желтизну Например Какую Где-то Находишь Желтое Пятно Обработал Подобным Образом И Чтобы Потом Там Что-то Происходило Такого Мы Не Наблюдали То Это Как Б Такой Простой Рабочий Способ Особенно В Случае С С Продуктами С Высоким Содержанием Флора Не С Белизной Белизна Лайтовая Такая Ей Можно Умываться Вообще На самом Деле По Сравнению С Этой Штукой Ну Вот Ну Понятно Все В общем Как Это Работает Понедельничек Я Вижу Чуть Чуть Остались Где-то Чуть Чуть Желтизна Но Я Уже Не Буду Трогать Потому Что Они Еще Будут Подмазывать По Любому Еще Вода Будет Что Там Попадет Туда Там Уже Дальше Буду Понимать Как Сражаться С этим Но Намного Лучше Чем Было То есть Было Очень Плохо Все С этим С Желтизной Стало Все Очень Хорошо Желтизной По сравнению С тем Как Было Сейчас Мы Замонтируем Поскольку У нас Все Уже Насвелено Все Приготовлено Везде Все Отверстия Все Сделано Только Крути Только Крути И Можно Будет Заниматься Ей Уже Полностью Реставрировать Ее В таком Виде Так Пока Она Здесь Вот Так Это Выглядит Я не знаю Как Сейчас Будет Видно Что Я Делаю Как Я Поднимаю Вот Чуть Шевелю То есть У нее Есть Какая Гибкость Это Не Очень Круто Лучше Было 9 Миллиметров Гиброк Но Чтобы Вот Так Приклеить На 9 Миллиметров Нам Пришлось Здесь Вырезать Первый Слой Вместо 9 Вставлять 6 Тогда Мы Могли Быть Сделать 9 То Есть Это Было Было Более Геморрой Ни Чем Мы Уже Геморроимся Так Что Оно И Приклеим И Там Пластик Закручен Везде По Ответствиям Все Готово Приклеиваем Приклеиваем Прикрутим И Все На Этом Все Будет С Ней Наверное Просто Показываю Что Она Не Жесткая Не Как Гипс Естественно Не Как Цельный Кусок Гипса Если Она Была В Таком Виде Она Чуть Чуть Такая Нежная Ну Местами Хорошо Местами Глубже Села Местами Она Прямо Вообще Очень Хорошо А местами Она Вытарчивает И Мы Дальше Не Можем Прижать Ее На Сколько На Миллиметра Четыре Наверное И Вот Это Надо Будет Подсрезать До Листа Саму Ее Срезать Туда Вот Это Убирать Подрезать А Местами Вот Так Местами Меньше Местами Больше А Местами Вообще Хорошо Местами Хорошо Ну Ладно Как-то Мы Сведем Теперь В кучу Она Была Неровная Она Была Полностью Неровная Она Была Своеобразная Сама По себе Когда Если бы Мы В старый Потолок Ставили Это Одно А мы Ставим Новый Потолок Ладно Как-то Миллиметрики Какие Это Все Вот Отсюда Сводится Прям С Этого Самого Ну Как бы Примыкание К гипроку Отсюда Все Можно Хорошо Свести Будет И Надо Будет Заняться Тем Что Подреставрировать Конечно Все Это Дочистить Мел Весь Дочистить И Дальше Все Трещины Обработать Так Черт Детальку Кто Мне Приходилось В таком Участке Делать На таком Длинном Участке Мы В коридоре Помню Делали Маленькую Такую И возились Тут А мы Уже Несколько Часов С ней Возимся Прикладываем Туда Сюда Пытались Сэкономить Сэкономить А сохранить Дранку У нас Не получилось Нам Пришлось Удалить Дранку Теперь Придется Чем-то Разукрепить Вот эту Щель Между Досок Так Не Оставишь Голая Дранка Армировала Все Это Дело Но Чтобы Пройти Нашим Вот Этим Толщиной Она Минимальна Местами Вот Такое Попытка Натянуть Саму На Глобус Короче Так Что Кто Будет Думать Кому Предстоит Такая Задача Сразу В три Раза Больше Закладывайте Времени На Нее Даже Ну Как Б Никто Не Знает Там Толщины Мы Думали Толщины Мы Думали Там Толст Нет Мы Не Пробовали Не Шурфили Там Не Разрывали Штукатурку Там Вот Так Штукатурки А местами Вообще Вот Так Там Углу Очень Мало Поэтому Дранка Мешает Очень Сильно Мешает И Надо Теперь Еще Что То Сделать То Так Просто Мы Не Оставим Потому Что Тут Голова Доска Если С Той Старами У Такая Какими То Перфолента Еще Чем Потом Можно Будет Поставить Ну Так Очень Время Емко Получается Тут Всего То Четыре Метра А Второй День Мы Водимся Ну Вот Так Укрепили И Это Лучше Чем Ничего Наверное Так Будет Придется Так Сделать Ну Че Попали Совпали Тут Совпали Тут Совпали И Там Совпали Еще Надо Быть Смотри Крюк Убрать Отсюда И Розетку Переместить Срезать Крюк Снять Розетку Срезать Крюк Вот Так Последовательность Я могу Забыть Тут Совпали Тут Совпали Для этого Нам пришлось Сломать Ее Вот Здесь Пытались Здесь Сломать Нифига Она Прошла Там Где Ей Было Проще Она Прошла Вот Здесь Сломалась Это Все Потом Это Самое Там Мы Лепухи Поставили Просто Подушка Была Прижали Приклеивание Там Не особо Тут Саморезы Дичайшие Какие-то Огромные Все Нормально Их Тут Много И Мы Подняли Как Нам Действовать С той Старой Нам Дальше То же Самое Надо Сделать Надо Вот Здесь Прорезать Потому Что Мы Потом Начали Подгибать И Вот Здесь Везде Сломали Вот Здесь Внутри Вот Тут Прям Здесь Начинаем Там С самого Начала Помочь Там Самое Тонкое Место Помочь И Тогда Она Развернется Просто Чтобы Получился Вот Такой Разворот Чуть Она Подворачивается И Получается Нормально Тогда Она Может Совпасть Низами Верхом Потому Что Снимали В одном Месте Абрис А тут Всякое Разное Такое А Вот Здесь Получается Нам Пришлось Подломить Туда Потому Что Кривизна Потолка Самого Сейчас Проверюсь Покажу Как Это Работает Вот Так Это Работает Видел И Там Сантиметр Сантиметр На 35 На 40 Вот Так Натягивание Совы На Глобус Старое На Новое Или На Бород Новое На Старое Ну Зато Как То Так Вот Наверное Можно Было По Месту Пытаться Тянуть Но Уже Вот С Этими Полочками Тут Геморрой Мы Уже Так Делаем Как То По Верху Прошли Но Не Фак Что Мы Так Точно Попали Как Здесь Сейчас Мы Так Попали Довольно Точно Ну Это Ценой Чего Мы Попали Точно Сейчас Поведу Положу Мы Так Точно Попали Ценой Потом Длительной Геморройной Отмазки Вот Здесь Потому Что Все Эти Наши Переломы Надо Будет Сводить Шкурить Подшкуривать Подмазывать Подшкуривать Это Тоже Куча Работ Но Как То Попали Главное Что Так Попали Так Попали Снизу Она Будет Там Как Со Входа Будет Самая Лицевая Часть Получается Входа Видно Очень Сильно Там У нас Входная Дверь Сейчас Посмотрим Снизу А Что Снизу А То Что У нас Получается Вот Здесь Ниже Кстати Пошла То Это Должен Был Быть Потолок Но Не Получился У нас Потолок Потолок Прошел Ниждок Это Просто Замажется Вот Здесь Чтобы Получился Вот Такой Вот Углубление Как Здесь Мне Не Показать Тут Свет Вот Такое Что Получилось Надо Будет Просто Выше Намазать Вот Здесь Больше Намажется Просто Отсюда Сюда И Закроется Все Тут Потом Замки Сделают Самостоятельный Замок Замочки Поделать И Все Замажется Хорошо Будет Ну Опять же Ценой Геморроев Но Так Наверное Норм Ну Вот Этот Перелом Надо Будет Сошкурить Потом Как Срезать Дальше Все Он Не Идет Уши Там Доска Там Голая Доска Нормально Сейчас Посмотрим Сижу Ну Вот Идеально Почти А тот Прогибчик Что Что Там Существует Это Не Стоит Забывать Или Сценный Ремонт И Все Это Что Там Где Гипрок Где Там Новые Вставки Когда Это Все Исчезнет То Это Будет Как Будто Старое Ну Собственно Мы Уже Так Делали Когда Ты Новым Можешь Сделать Так Что Оно Как Будто Старое Когда Оно Гнется Подгибается Изгибается Что И Потом На Финише После Покраски Никогда В жизни Не Скажешь Что Это Так Не Было Да Это Исторически Да Это Исторически Нет Не Исторически Вот Так Вот Это Делается Приблизительно Ну Можно Было По Месту Но Мы Не Знали Я Даже Не Думал Об этом Потому Что У нас Один Шаблон И Шаблон У нас Идет Сюда Вот Почему Я Не Думала Такой Иде Если Там Одно Место Было Можно Было Думать Но Нам Чтобы Было Хорошо Ну Еще Одну Такую Уже Надо С этой Стороны Тут Ждет То Же Самое То Же Самое Ждет Мы Уже Научены Мы Уже Поняли Как Там Чего Подломить Мы Сразу Подломим Край Просто Подкрутим И все И будет Как будто Так И было Так А что И в Гардеробчике В этом Маленьком Ладно С той Стороны Крутили Теперь С этой Тоже Мы Нам Хотелось А потом Еще Раз Она Сломалась Там Где Надо Потому Что Если Мы Здесь Не Ломали То Вот Эта Полка Никак Не Вставала А Абрис Снимался Вот Отсюда То Есть В Одной Из Точек Снимался Абрис Но Видимо Там Шаблон У них Мог Где-то Развернуться Что-то Туда Сюда Они Когда Тянули Они Тянули По Мест И Может Что-то Так Повлияло Потому Что Там У нас Нормально Все Приблизительно Зашло А с той Стороны Не Очень Нормально Ну Все Зашло Я Вижу Все Все Совпало Вот Здесь Низ На Миллиметр Не Совпало Вот Видно Вот Тут Внизу Но Это Уже Дотянется Потому Что Иначе Нам Надо Разрушать Всю Эту Тему Чтобы Как-то Разрывать Здесь Раскрывать Чтобы Опустить Не Будем Устраивать Тут Эти Разломы Это Не Потому Что Там Лень Или Что То Еще Это Просто Мы Знаем Об Этому И Мы Это И И Потом На Другом И Так Но Не Сейчас Потому Что Очень Неудобно Здесь Все Делается А Так То То же Самое Все Там Подукрепили Подкрутили Все И Наверное Так И Будет Работать Да Не Учли Мы Если Мы Сделали Тоньше То У 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 Штукатурки Дранка Два Миллиметра Это Рисунок Прямо Так Проходит Ну Ладно Мы Сделали Мы Целый День Проиграли Я Думал Реально Что Мы Еще Вчера Закончим А мы Когда То Вчера Или Когда Мы Начинали Короче Прошлый Рабочий День Мы Полдня Делали И Еще Сегодня Целый День Ну Ладно Зато Они На месте Эти Штучки Потом Это Все Отмажется Еще Сняли Розеточку Это Самое Надо Будет Сюда Штрабу Потом Прокину Сначала Надо Центр Ну Как бы Обозначить Здесь Вывести Туда Штрабу Потом Собственник Уже После Всех Шпаклеваний Надо Очистить Ну Тут Да Знакладная Розетка Была Пилили Смочили Все Залиф Тут Происходит Потому Что Самое Ну Надо С утра Такие Работы Делать Мы С утра Сделали Чтобы Быть Ну Контролировать Этот Процесс Быть Тут Вечером Такое Нельзя Делать Хотели Вчера Нет Нельзя Вчера Думаю Мне Надо Лучше С утра С утра Сделали Оно Как-то Будет Не знаю Наверное Побезопаснее Что Ли Провод Оттуда Спускались Провода Вот Такие Это Что-то Типа Алюминия Что-то Такое Я Не знаю Под Каким Углом Это Показать Как-то Правильно Не знаю Сейчас Спущусь Может Там Снизу Как-то Мне Неудобно На Козлике Вот Такое Что-то Ну Как будто Бы Какой-то Металл Какой-то Там Металлизированный Что-то Но Его Можно Раздавить Так Лиско Не знаю Что Это Такое Я Не знаю Что Это Такое Я Не думаю Что Это Прям Дореволюционная Какая-то Тема Поскольку Тут Оплетка А Хотя Может Так Быть Это Самая Ткань Оплетка Такая Там Внутри Вот Уже Сам Проводник Находится Который Хорошо Так Гнется Кстати Прям Не знаю Что Это Такое Дикая Защита Какая-то Там Еще Вот Получается Вот Это Медяха То есть Это Медь На ней Тонкая Вот Такая Тоненькая Как Какой-то Пластик Получается На Пластике Вот Эта Вот Оплетка И На Оплетке Еще Что-то Металлизированное Или Какой-то Я его Рукой Фактически Могу Раздавить Раздавил Не знаю Что Материал Такой Упал 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 Такой Какой-то Материал Там Что-то Проблески Как будто Бы Не Фокусится Туда Ну Ка Уберу Вот Такое Что-то Ну Такое Там Было Внутри Прямо Туда Сверху Спускалась То есть Возможно Я Не знаю Я Даже Не буду Пытаться Догадываться Что Такое Просто Показываю То Что Нашлось То Все Спускалась Прямо Сразу Ну Выглядит Как будто Сразу Допроведено Это Конец 20 19 Конец 19 Века Вот Там Тут Подчистили Товарищ Подчистил Самое Ну Не Метал Наверное Очень Очень Легко Гнется Прям Медный Сплав Может Какой-то Сплав С чем-то Чего-то Не знаю Вот Так Так Такие Вот Тут Штуки Были Вот По Таким Штукам Подавалось Сюда Освещение Так На Приготовили Мы Все Мы Натянули Этих На Коридор Чик Штучков Все Ждут Нас Сейчас Буду Ставить Его Сейчас Поставим Колидор Колидор Чик Поставим Вот Этот Тут Тоже Приготовлено Все Отбивки У нас Есть Мы Отбили Погрунтовали Все И Можно Шляпать Сюда Нашляпывать Пришляпывать А Вот И Вот И Замонтировали Вот Так Все Готово Теперь Тут Есть Коридор Ну Потом Высохит Подмажется И Также Мы Пока Ничего Не Прикручивали Может И Не Надо Туда Крутить Потому Что Чтобы Не Это Самое Не Сбить Всю Эту Тему Оно Держится За Верх Нормально И Мы Сюда Сейчас Вот Винда Ну Я Куда Сделаю Увеличу Вот Как-то Так Может Быть Или Не Видно Отсюда Ну Ладно Я Сейчас Поднимусь Ну Вот Лепухи Мы Везде Наставили По Несколько Лепух Мы Там В Первой Комнате Нам Приходилось Отойти Вот Так Мы Сколько Отошли Карнизом Чтобы Здесь Получился Равномерный Киссон Здесь Надо Будет Все Срезать Мы Срезали Раньше А Здесь Мы Не Срезали Мы Не Знали Вот Здесь Надо Уменьшить Будет Сколько Это Ну Придет Собственник Скажет Как Ему Хочется Получить Результат Какой И Вот Так Мы Просто Проставили Лепухи Гипсом Чистым Примазали Все Промыли И Оно Держится Это Чисто Для Того Чтобы Оно Пока Держалось Чтобы Сдерживало Его От Скручивания Сюда При Высыхании И От Скручивания В Обратную Сторону Просто Такая Поддержка Чтобы Ничего Не Присходило С А Так То Вот Все Все На Месте Получается Ну Да Так Непривычно Немного Видеть Тут Кое Что Не Знаю Ну Пускай Будет Так Здесь Розетка Практически Подмазана Опять Желтизной Пошла Но Уже Мы Не Будем Ее Трогать Этим Самым Уже Опасно Наверное Трогать Ее Этой Жижей Хлорной Здесь Полностью Высох Карниз И Вот Я Спецовый Поднимался Смотрел Вот Эти Лепухи Такие Ничего Не Подпищало То Есть Такая Скажем Так Фиксация Нормальная Такая Фиксация Фиксирует От Того Чтобы Вот Это Ухо У него Вот Это Ухо Оно Вот Так Не Гнулось При Высыхании И Вот Туда Не Уходило Просто Подфиксировано Чутка И Он Так Высох Он Полностью Высох И Надо Будет Думаю Сегодня Уже Вечером И Пойдем А Наверное Завтра Мы Пропеним Еще Пену Туда Эту Самую Монтажную Клей Пену Которая Без Расширения Или С Минимальным Расширением Еще Напеним Туда Внутрь И Будет Нормальный Потом Еще Подмажется Это Все И Будет Мне Кажется Хорошо Ну Почему Кажется Не Кажется Оно Будет Хорошо И Здесь И Там Все Будет Хорошо С Монтажной И Опять У нас Мы Завтра Не Уходим Отсюда Будем Тусоваться И Будем Смотреть Если Вдруг После Подмазки А Здесь В скором Времени Надо Будет Подмазать Тут Вообще Сухо Нормально Если Вдруг После Подмазки Где Что Трещит И Мы Поймем Нам Придется Сделать Механическое Крепление Но Я Не Хочу Его Не Из Олени Делать А Не Хочу Его Делать Потому Что Это Вибрация То есть Мне Надо Сверлить Сквозь Него А Он Подвешен Вот Так Может Быть После Подмазки Я подумаю Еще Может Быть И Нет Может Быть Нет Может Быть Оно Так И Будет Висеть Нормально Будет Пока Пока Все Идет Так Как Мы Думали Как Нам Хотелось Чтобы Оно Шло Вот Ну Так Такой Клей Клей Пена Там Мы Ставили Лепухи Везде Вот Они Палец Фокус На пальце Не надо Что Так Было Мы Ставили Лепухи Поэтому Там Сейчас Пропуски Там Лепухи И Нормальные Теперь Все Вместе По Идеи Должно Работать Хорошо То есть Клей Держит Сам По Себе Лепуха Тоже Держит Гипсовая Чисто Гипсовая Кирпичу Ну И Верх Закреплен Получается Ну Вот Так Крепеж Верху Ну А Здесь Понятное Дело На Этих Сам На Гипсокартоне Тут Везде Крепеж Будто На Не Узна Как Купить Там Только Там Нужно Там Где Кирпич Подлез Проверить Встает Уже Привстает Наши Лепухи Не Подрещала Ничего Да Все Нормально Все Нормально Ничего Не Подрещала У нас Все Хорошо Получается Так Ну И Ладно И Прекрасно Замечательно Надо Будет Еще Срезать Вот Эту Штуку Получается Вот Это Потом Надо Подсрезать Все Подстынет Уже Потом Убрать Остатки Выход Пены И Подсрезать Чуть И Будет Хорошо А Ну И Здесь Соответственно И В той Получе Где Вот На Основной Карниз Везде Надо А Даже Там Почти Сделано Здесь Меньше Здесь Надо Обрезать Надо Такой Комплекс Мероприятий Провести Обрезать И Вот Это Вот А Все Таки Это Самое Все Расширение Минимальное Все Но Она Есть Чуть И Где-то Местами Она Мне не Показать Сейчас Короче Отодвинула От наших Примазок Пена Чуть Чуть Отодвинула Поэтому Надо Крепить Надо Укреплять Хочешь Не хочешь А будешь Ну Мне Нравятся Вот Эти Чуваки Я Их Очень Люблю Не знаю За что Наверное За то Что Они Не прижимают Не отжимают Ничего Просто За то Что Несущие Есть Ты Просверлил Просто Вставил Его Закрутил Он Плотный Как Арматура Там Просто Как Кусок Арматуры И он Разжимается Мне Нравятся Раны Анкера Очень Нравятся За Такое Свойство Получается Восьмеркой Надо Бурить Под них Что Делать Надо Чуть Чуть Под Укрепить Механически Никак Без Этого Да Здесь Такая Картина Здесь По этой Стенке Ничего Не отрещало По этой У нас Дерево И здесь Я видел Где-то Отрещало От этой Самой Ну От Примазочки Где-то Вот там Наши Точки Лепухи Где-то От Лепухи Отошло Все-таки Отодвинула Пена И там По-моему Тоже Где-то Отошло Значит Надо Где кирпич Надо Этими Анкерами А так В деревях Вот тут Дальше Деревята Туда В деревях Подкрутить Ну Нормально Прикрутим Значит Прикрутим А потом Там Где От Лепухи Отошло Можно Будет Разряжать Ну Как бы Расшить И Подмазать Это Все Либо Удалить Лепух Ну Подмазать Получается Все равно Надо Подмазывать Все Ну Да Придется Придется И придется Значит Закрыть Может Так Раньше Изначально Надо Было Но Это Было Сложнее Если Мы Перед Монтажем Это Делали Надо Было Приставить Они Довольно Тяжелые Когда Мокрые И Причем Да Надо Сначала Сверлить А потом Только Бурить То есть Буром Нельзя Их Трогать Потому Что Как бы Там Ничего Сверху Наш Приклеивание Наш Не Сместилось Ничего Не Пришло И Уже После Этого Можно Будет Примазывать Но Не Наоборот Не Примазать А Потом Бурить Не Там Все Будет Где-то Тут Вроде Нету Трещин Никаких Там И Там Раньше Все Раньше Мы Прикрутили И Так И Будет Уже Лучше Хуже Не Станет Вот Смотришь Ничего Где-то Я Вроде Видел Ну Может С той Стороны Точно Ладно Пускай Все Будут Так Должно Быть Хорошо Механически Нормально Подмога Пришла Подкрепление Нам Прислали Саша Пришла Помогает Помогает Нам Подмазывать Очень Четко Четко Саша Все Сухое Подсохшее Подсохшее Высохшее Еще Мы Под Стукатуре Наконец Рашли Подмазок Подстукатуре Трозетку И Вот И Подождем И Потом Можно Будет Одно Могмед Все Обрабатывать Получается Весь Потолок Вот Так Потихоньку Потихоньку Смотри Какая Хитрюга Она маяки Сделала Она делает Маяки У нас же Плоскость Гипрок Она чуть в сторону От плоскости Стены Мы выходили Сюда Чуть Чуть Карнизом Она Хитрюга Делает Маяки Там Везде Хитрые Маяки Смотри Что Делает Вот Мой Як А потом Подступает И будет Клево Четко Наверное Вот Вот Так Тут Пену Подсрезали Потом Срезали Здесь Сколько нам Надо Вышли Вот на Этот Уровень Вот туда На Вот этот Уровень Там Где Старо Идет И потом Снизу Покажу Вышли На Этот Уровень По Гипрок И Запенили Туда Подпенили Туда Еще Раз И Теперь Срезали Пену И Теперь Это Сам Еще Этим Жиже Грунди Грунди Фарб Пуз Грунт Короче Вот Этим Безионным Еще Пройдем Чтобы Можно Было Потом Недостаточно Подсохло Пока Пускай Ну Вот Этот Сам Чувак Короче Корниж Недостаточно Подсох Но Подготовить То Можно Сюда Кирпич Этим Пуз Грунтом Пускай Сохнет Потом Высохнет Когда И Можно Будет Здесь Примыкание Делать Шкуратуркой Но Тут Надо Сколько Тут Дойти Тут Есть Настояние Надо Уменьшить Чтобы Оно Было Вот Такое Приблизительно Мы Здесь То То же Самое Делали Играли Здесь Выравнивали Вот Сюда Вытаскивали Потому Что Тут Нам Надо Будет Здесь Повторить Вот Такую Историю Вот Такую Создать Как бы Ширину Вот Этой Полки Чтобы Получилось Приблизительно Как Здесь Вот Здесь Как Здесь То На Ширину Вот Этого Показать Вот Так И Подняться Туда Тут Не Везде Получится Но Надо К этому Стремиться Потому Что Там Есть Большое Расстояние Нам Оно Ненужное Нам Надо Это Убрать Вот Такая История С Этим Карнизом Получается Коридор Колидорчик Маленький Коридорчик Тут Все Покажу Снизу Надеюсь Видно То есть Мы Взяли Ну Как бы По уровню Подняли Сколько Ну Я Приблизю Вот Вот Справа От Этой Балки Вот Здесь Вот Идет Этот Как Беней Называю Такий Сончик Пускай Будет Углубленное Поле И Еще Как И Вот Здесь Вот Так То есть На Одном Уровне Они Дальше Пошли Туда То есть Рассмотреть Будут Отсюда Так Как Все Смотреть Будут Отсюда Основное Получается Здесь У нас Столовая Скорее Всего Будет Здесь Гостиная Вот Мы Стоим Логично Что Мы Стоим Где-то Вот В Этой Области Здесь Мы Стоим Больше Всего Тусуем Здесь И Отсюда Будет Одинаково На Одном Уровне Они Пойдут Потому Что Будет Один Цвет Потолка И Потолок Он Заходит В Этот Кессон Он Туда Заходит В Это Поле А До Него Поднимаются Обои Будет Цвет Собственно И Говорили Что Собственно Говорили Что Балка Будет Краситься В Цвет Потолка То Есть У Не Будет Цвета Стены Получается Это Будет Некий Такой Весь Плафон Под Ну Как бы Даже Не Плафон А Весь Потолок Это Будет Балка Сама По Себе И Вот Это Вот Начиная От Поля Углубленного Кисончика Пойдет Покраска А Там Сена Будет В Другом Цвете А Че А Вот То Что Мы Хотели Вот То Что Пытался Сказать Ртом А Надо Было Просто Показать Вот Так Мы Хотели Сделать Вот Наша Деталька Вот Тут Дипрок И Она Оформляет Переход Сюда И Здесь Потом Маляр Придет И Вот Так Вот Это Задел Либо Саша Маляр К Ш Саша Думаю Ясно Понятно Таким образом Мы Получим Исторический Вот Такой Потолок Приблизительно У нас Там Было Одно Небольшое Видео Изменение Но Смысл Остался Такой Мы Получаем Глубже Чем Надо Было То Плоскость Потолка Вот Она А Дальше Идет Вглубь Это Будет Красиво Это Будет Красиво Собственно Уже Красиво Смотрится Отсюда Когда Все Будет Сделано Не Будет Понятно Что Это Исторический Или Новый И Это Не Накладной Не Простенький Накладной Это Более Сложно Чем Просто Розетка Сейчас Как Не Свалится Ну Вот Фактически Готова Эта Розетка Вот А Вот Так Теперь Она Выглядит Вот Так Намного Лучше Чем Было Ну Вот Все Ушли Тишина Можно Это Само Подснять Ну Вот Так Получилось Собственно То Чего Хотели То Есть Такой Переход Глубокий Получается На Потолок Ну Иначе Мы Сделать Тут Не Могли Потому Что Иначе Пришлось Бы Вставлять В Один Слой Гипсокартона Розетку А Это Было Не Очень Круто Ну Она Сильно Б Плохо Чувствовала Можно Сказать Потом Можно Будет Когда Все Это Подсох И Можно Будет Еще Чуть Пошпаклевать Фона Именно В Самой Розетке Именно В Ней Внутри А Так Вот Так Это Хорошо Теперь Мы Ее Получается Вернули Спасли Ее Хорошо Она Есть Теперь Она Есть Ну И Корниш Это Фактически Полная Копия Того Что Было Здесь С Каким Очень Незначительным Обхланением В принципе Нормально Когда Это Все Пошпаклюется Это Будет Хорошо Это Будет Однородно Уже Ну И Здесь Девочки Тоже Подмазали И Получается Подождем Пока Подсохнет Штукатурка Вчера По моему Подштукатуривали Здесь По краям Вот Это Все Вот Такое Подождем Пока Подсохнет И Можно Будет Тогда Уже Все Нормально Делать Можно Будет Потом Подойти Зайти Куда Поближе Подойти К рисунку Можно Будет Шпаклевкой Сеткой Можно Напрыгнуть Местами На нее Будет Наверное Получше Тогда И Подшкурить Надо Будет Хорошо Там 60 80 Наждачкой Чтобы Вот Здесь В этих Областях Чтобы Получился Б Чтобы Получился Б Потом Хороший Зацеп Ну И Будет Замечательно Вот Такие Вот Теперь Розеточки У нас Хорошенькие Так Что Тут Все Подмазать Тут Подмазали Фактически Подмазали Саша Тут Проходила И Фактически Подмазала Все Тут Эти Самые Надо Будет Еще Примыкальницы Сделать Ну Такое Уже Главное Что Когда Они Застоят Все Стоит И Все Вот Так Выглядит Это Круто Это Очень Круто И Надо Еще Вот Это Примыкание Свести С Переходом На Второй Лист А тут Аппетит Пришел Во Время Еды Тут Еще Маленькая Комнатка И Сделайте И сюда Мы Сделали Такой Корни Только Без Вот Этого Дополнительного Обвеса Более Упрощенную Часть Вот Ну Только Саму Вот Эту Часть Саму Паду И Вот Сюда Его Вставили И Нормально Небольшое Помещение Такое И Все Хорошо Теперь Вот Так Теперь И тут Будет Ну Да Аппетит Приходит Во Время Еды Типа Ну Как Бы Вот Тут Красиво А Там Чего Они Хотели Там Пластик Там Или Что Туда Какое Ну Если Уже Тут С Гипсом Работа Идет Ну Как Окей Так А чего Тут Подмазано И Тут Подмазано И Потом Там Что Будет Подправляться Когда То Это Уже И Тут Так И Тут Так И Все Сошлось И Все Классно И Потом Только Розеточку Поменяем Когда Здесь Пошпаклюется Можно Будет Розеточку Сюда Закинуть Там Где Проводочек Он В Видно В Углу Два Маячка Вот Они Беленькие Ну Какой Падает Цвет У меня Этот Выпадывает Вот Они Опа Маячки Вот Так И Потом После Этого Под Эта Самая Штукатурочка Заделали Примыканица И Вот И Хорошо И Уже Тут Подмазали Часть Прям Ну Идет Идет Помаленьку Чуть Чуть Тут Не Подмазано Осталось Тут Подмазано Ну Так Постепенно Постепенно Там 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 Чуть Там Чуть Там Чуть И Здесь Тоже Полностью Пошкурили И Загрунтовали Вот С грунтом Получается И Шпаклевкой Будем Подходить Уже Прям Нормально К розетке Как Оно Должно Было Быть И Она Собственно Везде Подмазана Может Там Что-то По мелочи Ну Скорее Всего По мелочи Это Будет Где-то Вот По Периметру Как-то Вот Все Это Так Как-то Так Вот Как-то Так Это Движется А Что Постепенно Мы Приближаемся К этому Совершению Получается Новодельной Такой Нашей Движухи Вот Новый Кусок Ставлен Полностью Перегородка Розетка Вернулась Сюда Она Была Вот Здесь Центр Был Раньше Здесь У Всего Помещения Вот Помещение Вот Так Все Отмазано Приблизительно Так Оно И Останется До Конца До Покраски Надо Будет Там Пошпу И Что-то Здесь Все В этапе Шпаклевания Сами Карнизы Потолки Ну Мы Смотрим Сейчас Конкретно По Новоделу Интересно Меня Лично Интересует Этот Момент В этом Ролике Только Новодел Розетка Перенесена В Новый Центр Центр Отсюда Не Весь Прямоугольник А вот Здесь Отсюда Я Не Знаю Куда Показать Мне Правильно Показать Чтобы Было Понятно Как Оно Должно Быть Отсюда Будет Понятно Да То есть Ставится По идее Мы могли Бо В тот Центр Поставить Но Ставится Она Вот В этот Центр Меньшего Прямоугольника Потому что Иначе Она Была Была Смещена Еще На 15 Сантиметров Вот Как Сейчас Стоит Не Ни Откуда Ну Здесь И Присяду Ну Да Вот Так Если Была По Центру Всего Прямоугольника Она Была Еще Левее Она Была Здесь Ну Я Живу Сижу Мне Не Встать Тут Ни Как Маленькое Помещение В общем Хорошо Вернулась Она На Место Все С Ни Хорошо Она На Печке Все Ребята Тусовалась Там Печку Пришли Реставрировать Она Жила На Печке Ей Там Было Удобно Теперь Пешло Снять Тут Чего Тут Подмазано Надо Будет Потом Маляр Уже Пройдет Мы Подштукатурили Примыкание Маляр Пройдет И Обработает Это Все И Мы Потом Может Еще Подшпаклюем Так Все Вернулось Все Встало Как И Должно Было Встать Здесь Я Помню Что Мы Подрезали У нас Был Выбор Как Подрезать Да Мы Подрезали Чуть Меньше Оставили Вот Этот Промежуток Но Оставили Зато На Одной Линии Одной Линии Вот С Этим Сейчас Не Очень Хорошо Видно Потому Что Не Дошпаклеван До Конца Потом Будет Дошпаклеван Будет Понятнее И Вообще Вот Этот Участок У нас Новодел Готов Розетка Тут Надо Бы Чуть Потом Зайти На Нее Шпаклевкой Пусть Где-то Я думаю Камера Сейчас Как Там Сейчас То есть Местами Мы Потолком На Нее Подвырели Местами Нормально Нормально А Вот Левее Если Чуть Левее Мы Потолком Залезли На Нормально Совершенно Потолок Кривой Розетка Кривая Поэтому Кривой На Кривой Вот Надо Как Сводить Поэтому Надо Где-то Будет Заходить В Это Совершенно Нормальное Явление И В Конечном Результате Это Будет Хорошо И Незаметно Совершенно Как Будто Бы После Покраски Будет Как Будто Было Так И Тусуется Так Ну Вот Так Получилось Вот Эта Глубина Конечно Очень Крутая Да Вот Эта Линия Вот Она И Рядом С ней Еще Глубина Там Еще Не Отмазана Она Темнее Чем Должна Быть Там Надо Будет Отмазать Проглядывать Видимо Гипсокартон Серый Но В целом Мы Ушли Туда Внутрь Вглубь И Вот Для сравнения Как Выглядит Когда На Плоскости Лежит Просто Карниз А Это Такой Же Карниз Вот Саша Ее Отмазал Недавно Заходил Это Тот Же Карниз Все То Же Самое Просто Без Пластинки Здесь Как В В Сторон Потолка Там Пластинка Одна Деталь Такая И Сюда Переход Да Казалось Бы Всего Нам Все Вот Он Же Это Он Это Все Тот Же Карниз А Выглядит Как Да Вот Так Чуть Чуть Казалось Чуть Чуть Но В Нынешних Условиях Нам Если Мы Работаем Тут Гипсокартон В этих Условиях Это Сильно Усложняет Поскольку Если Бы Не Это Розетка То Можно Было На Потолке Обойтись Одним Слоем Гипсокартона Ну Просто Сделал Один Свой И Все И Пойдет Но Для Того Чтобы Провернуть Вот Такие Вот Штуки С Как Б С Карнизом Который Уже Внутрь Уходит От Ноля Где Плафон Потолка Чуть Опущен Как Б Получается В Таком Варианте Получается Что Сложность Потому Что Дополнительный Материал Дополнительная Работа С Гипсокартоном С Этими Всеми Размерчиками Туда Сюда Им же Им же Этим Товарищем Которые Делали Ранее Штукатурный Карниз Которые Делали Его 100 Больше 100 лет Назад У них Было По-другому Они Сначала Тянули Карниз Мы Все Знаем Кто Смотрит Мы Постоянно Об этом Одно И Тоже У нас Мало Информации Одно И Тоже Повторяем По кругу Они Тянули Карниз Здесь Оставляли Два Маячка Один Маячок Был Потолком Второй Маячок Был Стеной Им Было Проще Поэтому Они Вот Такие Рельефы Очень Просто Создавали Естественно Они Проверяли Чтобы У них Этот Плафон Везде Проходил Чтобы Нигде Там Драмку Не Цеплять Сильно Проводили Какую-то Работу Перед Тем Как Начать Изготавливать Перед Тем Как Начать Тянуть Но Они Один Раз Промеряли Все Выставляли Просто Речки И Натягивали По месту И У них Получалось Вот Так Вот Красиво Красиво Насчет Того Что Плафон Ниже Чем Вот Это Вот Например Плоскость В карнизе Поле Удобный Такой Да Вот Получилось Так Приблизительно Так Приблизительно Так С Тем Допущением С Теми Вариациями Что У нас Здесь Гипсокартон У нас Здесь Гипсокартон У него Есть Толщина И Мы Скованы Связаны Тем Что У нас Поднимет Еще Лис Гипсокартона И Что Не Было Цели Здесь Какие-то Наворота Делать Серьезные Потому Что Можно Было Обойтись Можно Было Три Уровня Сделать И Не Вижу Смысла Потому Что Мы Все Поставили Что Большую Часть Большую Часть Мы Изготовили И Установили И Оно Даже Высохло И Даже Подмазано Оно И Где-то Там Что-то Какие-то Будут Движения Потом Чуть-чуть Подшпаклевать Чуть-чуть Подшпурить Где-то Когда-то Перед Покраска Это Уже Это Невидимо Для Камеры Для Вот Такого Нашего И Одну Мы Собрали Из Кусочков Это Было Да Это Была Интересная Задача Собственно Наверное Этот Тест ролик Строился Вокруг Этой Задачи Потому Что Ну Как Была Задача Это Было Интересно В Отличии От Каких-то Обычных Рутинных Процессов Это Было Необычно Это Было Весело И Задорно На Каком-то Этапе Получится Не Получится А если Получится То Как А если Не Получится То Почему Все Получилось Все Получилось Да Конечно Это Заняло Чуть Больше Времени Чем Предполагалось Чуть Сложнее Было Но Это Вышло Хорошо Это Нормально Так Можно Наверное Делать Если Есть Необходимость Так Поступать Как-то Так Можно На Этапе Закончить Всего Доброго До Свидания Пока Пока